Замечательного лектора и сподвижника идей живого питания и вообще здравого образа жизни Юрия Андреевича Фролова. Здравствуйте, дорогие друзья. Друзья, я вначале хотел бы пару слов тоже сказать о, как бы, слова благодарности нашим друзьям Сырому Абеду, всей команде, потому что подобные мероприятия, конечно, нужны, важны, а сегодня день особый. Все-таки раз в год такой, четвертый день рождения Сырого Абеда. Я от себя, от всех вас, я думаю, надеюсь, тоже поздравлять хочу все и руководство, и всю команду Сырого Абеда. И думаю, что такие начинания и дальнейшие фестивали, и не только раз в год, как у нас были в ноябре, помните, может быть, кто приезжал, будут и дальше. Так, сегодня у нас действительно особая лекция, я бы сказал. То есть, как вы, наверное, смотрели все мой пригласительный ролик, где я говорил, что основой основ сегодня будет лекция, то есть принципиально новая. Безусловно, будут ответы на вопросы потом в конце, но это анализ книги, вот этой книги, может быть, уже всем вам известный, профессора Кэмпбелла, китайское исследование. Значит, до начала, конечно, и за 3 часа, и за 4, и за 10 часов, сами понимаете, это невозможно рассказать, объяснить и проанализировать этот огромный труд. Тем более, что постоянные ссылки буквально с каждой страницы идут на научные работы. И опять-таки, так сказать, я уж сначала хотел сделать как? Такой некий ряд видеовыступлений. То есть, когда я беру, читаю по главам и сразу комментирую. И это, конечно, было бы интересно, но на это тоже я посмотрел, просто времени никак нет. Поэтому задача сегодня тяжелая. Я, конечно, вон, вся книжка в пометках. Я буду, значит, вот уже подумал примерно, с чего я начну. Ну, и до начала пару слов о профессоре Кэмпбелле, чтобы представляли. Ну, не все знают, не все, может, глубоко. То есть, это не просто какой-то профессоров много, академиков много, да? И врачей много, и биологов. Но сами понимаете, ведь вы же знаете, что порой сколько есть нареканий и небезосновательных к разным врачам. Потому как их профессиональный, так сказать, уровень оставляет желать лучшего. Потому что фактически это те же люди, которые просто учились, как вот у Пушкина, чему-нибудь и как-нибудь. И, в общем-то, давно уже забыли, по крайней мере, забыли основы основ и причинно-следственные связи. Да и не думают, а действуют просто по инструкциям. Ну, собственно, о чем и пишет. Вот целая глава про профнепригодность, про зацикленность мышления, про вот такую черствость в науке пишет как раз Кэмпбелл. Значит, какие помехи система ставит на пути честных ученых, на пути непредвзятых объективных исследований. Это, конечно, очень много всего ставит. Ну и промышленность, конечно, которая не последнюю роль здесь играет. Промышленность, имеется в виду, фармацевтическая. Да и вообще все операции, которые сейчас поставлены на поток, фактически система здравоохранения – это бизнес. В странах Запада в большей мере, ну и мы к этому идем семимильными шагами. Да понятно, что медицина-то растет, все развивается, какие деньги крутятся, а результаты где? А они, наоборот, хуже и хуже становятся. Так вот, Кэмпбелл вырос в семье фермеров в Америке в 30-е годы. По-моему, 35-го рождения он, ему сейчас за 80, ну 80 лет, вот, он сам был убежденным мясоедом. Он, естественно, как человек, который закончил институт, значит, потом защитил докторскую, был убежденным сторонником полноценного питания и полноценных так называемых животных белков. Смеялся над веганами, ну, классический вариант. Но когда он волею, так сказать, судеб был заброшен сначала, вот, как во главе, там, комиссии, значит, и на Филиппины, стал изучать, откуда, так сказать, вот причину большого количества случаев рака, онкологии печени у детей, тогда было правительство убеждено, ну, вернее, не правительство, а научные круги, а правительство, как бы, финансировало эти, скажем, исследования для того, чтобы потом гуманитарную помощь, там, ну, бедным детям, в бедных семьях, Филиппины, голод. Но первое, с чем столкнулся, ну, одно из первых Кэмпбелл, это то, что, вопреки ожиданиям, что рак печени у детей в бедных семьях, как думали, естественно, из-за неполноценного питания и прочих проблем, оказалось, что рак печени как раз у детей в семьях богатых, где как раз питание, так называемые полноценные белки по западному стандарту, а вы знаете, что все общество в Китае, в Японии, ну, кто не знает, я просто скажу, что, значит, в сельских районах Китая, а это было 95% еще недавно населения проживало, там нет практически менее 7 грамм белков в день животных, то есть практически нет, некоторые не имеют скотину, вообще никогда не имели семьи. И как раз вот это все в своих огромных, которые на долгие десятилетия затянулись эти исследования, и не только его исследования, а его коллег, они привели к абсолютным выводам, о чем мы будем как раз зачитывая, я буду и комментировать выводы, аналогии причинно-следственной связи. Далее, значит, к этим же выводам пришли ученые, коллеги Кэмпбелла из Индии, из Китая, вместе исследовав, они просто это давным-давно все доказали. Но все это лежало на полках, потому что, по большому счету, его коллеги сначала смеялись, не принимали, так сказать, не давали выходу в свет трудов, только узкие научные круги имел доступ к этой информации. Собственно говоря, началось это, на самом деле, давно исследование, еще в 1800-х годах все было известно. Об этом тоже пишет очень интересные данные Кэмпбелл, я об этом, значит, вам тоже расскажу. И как она вошла в науку, и вообще в современное, знаете, при чем тут даже наука? Это просто вошло, знаете, в верование, простые верования, что, мол, якобы, значит, животные белки полноценны, потому что там 8 незаменимых аминокислот. Но что значит незаменимых? То есть их всех 8 нету ни в одном растительном продукте. Хотя на самом деле есть, но, например, в тех же водорослях одноклеточных, некоторые, которые полноценные организмы, уникальные, хлорелла, спирулина, есть и во многих, ну, уж по крайней мере 7 аминокислот, 6-7, есть в сотнях продуктах. А вот всех 8, ну, считали так изначально, а сейчас по инерции, как бы, якобы нет. Ну, вроде так, в учебниках это и написано. Ну, а кто мешает 2-3 продукта съесть? А 23, кто мешает съесть? То есть это все в тысяче, примерно в 850-х годах он описывает, какой ученый. Будет интересно прочтете, не будем, конечно, на этом сострять внимание. И до того, как я сейчас начну, я хотел бы, знаете, осветить. Меня пишут вот каждый день. И приходится по многу раз... Я не могу писать каждому индивидуально. Последним людям просто вот объясняю. Смотрите вот эту сегодняшнюю в записи лекцию, потому что я там об этом расскажу. Хотя у меня в блоге в моих лекциях о пищеварении, о вот последней, о печени, там прочь, даны на это ответы. Но давайте мы пройдем по основополагающим проблемам. Ну, 10 минут потратим, но это не страшно, зато это очень важно, да? Какие проблемы есть, вот говорят у сыроедов, хотя, кстати, совершенно не только. Ну, давайте, это вкратце. И потом, кстати, все, что я говорил вот этими годами, вот черному по белому. Знаете, меня что заинтересовало в большей степени? Что в книге Кэмпбелла, вот то, что я говорил несколько лет, ну, до последнего звука, до последней, так сказать, аналогии, все то же самое. Я ее книгу прочел, ну, сколько, ну, три месяца назад. Вот она в руки, все-таки стали люди писать, вот, книга Кэмпбелла. Кэмпбелла, я думаю, ну, что это, не знал раньше. Меня это просто поразило, поэтому я просто решил, вот, что вот сегодня как раз будет такая вот презентация этих очень интересной мысли, исследований. Ну, они про казеин, молочный белок, про железо, про витамин D. Вот давайте прямо по порядку. Итак, первая проблема, о которой говорят, это дефицит железа. Это анемия, малокровие, ну, значит, и так далее. Вот, запомните, дефицит железа, если есть, что значит дефицит? Делают анализы, смотрят ниже нормы. Хорошо, его может быть действительно сильно ниже нормы. Причем, это абсолютно не у вегантов, вегетарианцев или сыроедов, это у любого человека может быть. Так возникает вопрос, почему? Но поскольку у любой врач, если вы придете с этой проблемой, или врач посмотрит, о, какое низкое содержание железа, скажет, ну, значит, вам надо, безусловно, мясо, печень, ну, все эти вот байки. Значит, причем при термообработке железа, другую, это же, оно же в разной валентности, может быть, в разном состоянии агрегации. То есть это совершенно, это не одно и то же вещество просто по названию, поймите правильно. И даже вот витамина Д, сколько форм существует, и какая-то трансформация происходит с витамином Д. Это, вы знаете, это поражает абсолютное непонимание биологии, биохимии, врачей, ну, большинства. Так вот, я вам что скажу. Не может быть у человека дефицита железа, знаете, по какой причине? Если простите меня за такую, так сказать, анатомические подробности, если испражнение, ну, вот, по большому человек ходит, коричневого цвета, это обусловлено ионами железа, так его много. Но почему-то вопрос, оно уходит из организма, почему же его мало, например, берут кровь, мало в крови, например, недостаточно. Почему? Ну, 95% что это паразиты. Это и Кэмбул говорит об этом, что меня порадовало, потому что разумный человек правильно говорит. Если вам, я слышал какие-то выступления, там, чуть ли не какого-то биохимика, который, ну, не будем имена, пальцы, пальцем показывать, который говорит, что это все, проблема преувеличена, высосана из пальца, и даже, вот, проблема паразитов, я поражаюсь. Это профнепригодность абсолютно, если такой человек говорит, врач или, там, биолог. Это как это так? Вот тогда, вот, пожалуйста, ну, сравните этого Васю и, вот, профессора Кэмббелла. А уровень его, так сказать, знаний, да тут знать нечего. Посмотрите, сколько существует паразитов, которые могут напрямую сосать кровь. Такие, как, например, те же аскориды. Я уж не беру каких-то экзотических. Одна из аскоридов может выпивать 30 миллилитров крови в день. А если их 10, 300, а если их 50, полтора литра, будет они менее? Так еще какая будет? Чтобы вы не ели, хоть вы железо себе влейте в кровь. Еще раз говорю, железа много. Железо, если вы едите яблоки, там, я не знаю, там, свеклу, грецкие орехи, сотни видов продуктов, у вас будет железо выше крыши. Зелень едите, будет железо более чем достаточно. Другой вопрос, почему, да? Вот, теперь вы поймете, это первая, не одна, не единственная, конечно, но одна из главных. Теперь, с этим, допустим, вопрос мы закрываем. Мы коснемся этой темы еще. Теперь B12, любимая тема, да, B12. Два пути. Ну, вернее, скажем так, B12 синтезируется у всех животных, кишечники, благодаря кишечной микрофлоре. У людей, к сожалению, не у всех этот процесс идет в должной мере. Либо он идет, но плохо всасывается витамин B12, потому что основная часть его синтезируется в толстом кишечнике. Но в верхнем отделе, в среднем, там, слушайте, говорят, не всасывается. Я спрашиваю, как такое может быть? Если там вода, 95% воды всасывается в толстом кишечнике. И что же, в растворенной воде витамин не может всасаться? Да и потом есть другие варианты проведения витаминов, помимо всасывания. Конечно, да, но если толстый кишечник забит слизью, грибы поросли, кандиды, там, каловые камни, если слизь, тогда, конечно, да. Но это другой совсем вопрос, правда ведь? Второй вариант. Б12 синтезирует не только кишечные микрофлоры, но и многие бактерии почвенные, которые находятся в симбиозе, ну, серьезным кругом других организмов в почве, с грибами, микоризами, с корневой системой растений. Вопрос в другом. Есть ли в почве достаточное количество этой микрофлоры, чтобы она вырабатывала B12, чтобы растения могли забирать в себя ее? Раньше так было. И не было этой проблемы вообще. А сейчас есть правда. А почему? А потому что органическое земледелие, его уже практически нет. Более того, что значит органическое? Ведь это не просто, когда химию не льют в почву. Этого недостаточно. Органическое земледелие только тогда, ну, так назовем, это никто не маркирует никак, но органик плюс, рабочее название, давайте так будем считать. Что это значит? Это значит, что не только химии нет в данном продукте, а еще там есть большое количество минералов, витаминов, которые необходимы для нашего организма. Но откуда там будут минералы, если почва за 100 лет интенсивного сельского хозяйства почти убита? Если оттуда высосаны микроэлементы? Макроэлементы вливали, он фосфор, фосфатные удобрения, азотные, сыпят. Это 5-6 минералов. Остальные десятки где? Но это минералы. А почвенные организмы ведь убиваются и от химии, и от гербицидов, и от пицицидов. Они погибают. И вот поэтому содержание B12 в почве, как многого другого, меньше. Просто B12 вроде так подняли на флаге из-за того, что действительно это очень важный витамин, есть проблемы. Есть, конечно, потому что человек сейчас ведет вот эту искусственную страшную жизнь, когда действительно ест вот пластиковую кашу, как, ну, условно, как в фильме «Кинзаза». Помните, каша какая? Пластиковая. Ну, вот, примерно то же самое. Почему я когда-то и занялся сам еще органическим земледелием, да? Ну, это ладно, это отдельная тема. Теперь, B12. Если есть острая проблема, что делать? Ну, во-первых, ну, конечно, мы не можем вот прям взять и сразу начать есть, и перейти на почву, где выращенные продукты на этой почве. И там действительно восстановленная почва с симбиотическими микроорганизмами. Я читаю курсы по органическому землю и объясняю, как это добиться. За полгода можно добиться, чтобы почва имела возможность заселить культуры бактерий, грибов, дать питательный субстрат в виде определенной органики, но не навоза ни в коем случае, который является, собственно говоря, минералов там не так много, азота-то много, и она будет расти, хорошо все у вас, да? А откуда там будут в навозе вот огромное количество действительно минеральных, минералов, да, микроэлементов? Откуда? Ведь корова пасется на том же лугу, где паслась сто лет, грубо говоря. Если там пойменные луга только не приносят каждый год ил при разливе реки, вот если приносят, я согласен, а если нет, а это почти 99% всех территорий, да, так-то каждый год все меньше и меньше, и что в навозе в этом? Зато паразитов колоссальное количество. А кто моет петрушку, прочее, потом вот получают паразитов, все удивляются, что, так сказать, врачи, я поражаюсь, когда сразу, это первым делом надо человеку с анемией или железодефицит сразу гнать куда, обследоваться на паразитов. Первым делом. Причем там список сразу, да, какой, токсакара, аскорида, там, анкилостома, ну и так далее. Ладно. Теперь про витамин D3. Про витамин D вообще говорить сейчас не буду, я только вот в двух словах скажу, что это целая цепь витаминов, которую под общим названием D. И уверяю вас, что, и как говорит Кэмпбелл абсолютно верно, что на солнце, там, несколько раз, два раза в неделю по 15 минут, и у вас будет достаточное количество подкожей, жировой прослойки, то есть витамина D, который потом уже идет в печень, преобразуется, потом уже почки выделяют тоже свой фермент. В общем, это сложная цепная реакция, когда образуется супервитамин D, который так называемый, вот, уникальный витамин D, значит, если, конечно, работают правильно и, так сказать, в порядке почки, если гормональная система нормальная, он необходим, он уникален, об этом будет время, поговорим. Это очень интересно, кстати, насчет витамина D3. И последнее по общим вещам, вот таким проблемным, ну, если я забуду что-то, и, по-моему, вот, вот есть еще одна проблема, которую всем, ну, как говорят, что вот у сыроедов там, или у людей, у веган, у вегетарианцев, ну, я просто зачитаю письмо, вот вчера женщина прислала, вот прям последнее взял, распечатал, и вам сейчас зачитаю и расскажу. Здравствуйте, Юрий Андреевич пишет, так, ну, не будем называть. При попытках перейти на сыроедение, так, у меня стала обостряться проблема с поджелудочной. Вот это четвертая группа проблем. Зачитаю дальше. Так, посмотрела много ваших лекций, руководства, так, значит, при проблемах с поджелудочной она пишет, что делать. Значит, моя, теперь еще интересная вещь. Одна моя знакомая, старше меня на 6 лет, успешно перешла на сыроедение, но у нее очень здоровое пищеварение было и до того. А она пишет, у нее проблемы с пищеварением. Ну, естественно, если с поджелудочной что-то не в порядке. А, ну, сейчас я расскажу, поясню. Вот она без проблем, говорит, перешла, все, она старше меня. Значит, и пишет дальше женщина. Начинаю подозревать, что на практике для меня невозможен переход с проблемой поджелудки. Хотя в питании и вареной пищи проблемы тоже были, естественно, но сейчас обострились отчасти. Очень не хочется, значит, сдаться официальной медицины, попасть в больницу, тем более на операцию. Я понимаю вашу занятость, но прошу по возможности дать мне руководство к действию. С учетом моей проблемы, если у вас есть по этому поводу сложившиеся выводы. К сожалению, так, ну и пишет дальше, она описывает нюансы определенные. Так, в общем, суть в чем? Действительно, часть людей, да, и немалая, переходят на состояние прекрасно, и даже некоторые с серьезными болезнями, хотя если человек очень тучный, так сказать, у него много хронических болезней, резко и я не рекомендую. Там резко очищается, начинает организм пытаться очиститься, то есть в кровь выбрасываются токсины, органы выделения, утилизации, вот печень, фильтр крови главный, да, почки, они берут на себя большую нагрузку, и может возникнуть проблема, могут, но. У кого-то это просто вот, человек не сильно болен, достаточно и так крепок, но есть, конечно, у каждого что-то, но никаких проблем, вот, пожалуйста. У детей еще легче, но. У некоторых бывают проблемы с поджелудочной. Так, как бы тяжесть, там определенные вот с подложечкой сосет, то есть солнечное сплетение, такое сжение, как вот утром ложечку даже меда съел, бывает такое. Но в чем суть? В том, что сыроедение, так сказать, как вызвало эту проблему, конечно, нет. Это вообще теоретически невозможно. Проблема эта была. Просто при том, что ты жил как вчера, как позавчера, примерно так же, все так же, организм за счет огромной мобилизационной способности, резервных систем, прочего, он приспосабливается. Вот по аналогии, как Кэмпбелл описывает, когда блокируется атеросклеротический, вернее, плавно нарастает атеросклероз, да, вот, на стенах сосуда, плавно-плавно. И постепенно коллатерали возникают такие обводящие сосуды, которые могут, как бы, кровь перераспределять, но если вдруг тром попадет, все, может быть, проблема сразу, понимаете, резкая, значит, уже организм сразу не приспособится. Вот примерно то же самое. Была проблема, сейчас та же Аганян, вот, к сожалению, Марина Горшакова, она сегодня не смогла приехать, она тоже так же совершенно резонно и правильно говорит, что у каждого сейчас, ну, не то, что второго, почти первого есть проблемы с поджелудочной, просто нет острой формы, например, это другой вопрос, панкреатита еще явного, хотя панкреатит хронический, который человек выдает за другое, пока еще на той стадии, когда начало только, не сразу же проявляется в активной, есть. И вот в этом проблема. А в чем проблема? Когда наград поджелудочной вырабатывает несколько ферментов и там несколько гормонов? Она небольшого размера, но вырабатывает, если человек ест постоянно, много, ту пищу, с которой организм, ну, фактически ферментативно справиться не может, вот белкин при высокомолекулярной животной, она работает постоянно, круглые сутки, она не может регенерировать себя. Кстати, поджелудочная только регенерирует себя, когда человек, ну, скажем, спит, и когда у него нет, скажем так, процесса пищеварения, не идет пищеварение, вот тогда поджелудочная может как бы восстанавливать себя. Ну, то есть, потому что у нее первостеменная была задача какая? Выбросить через общий, ну, через панкреатический проток, а потом общий желудочный проток в поджелудочную, в двенадцатиперстную кишку, да, вот эти вот, соответственно, ферменты. Ну, и, соответственно, идет перегрузка, потому что она работает круглые сутки и в больших количествах синтезирует, на себя руки как бы не доходят. Если человек переходит настроение вот так, имеющее определенные проблемы, без очищения, предварительного голодания, подготовки к голоданию, вот о чем я говорил в последней лекции, у меня в блоге, посмотрите, по пищеварению, там просто очень важные акценты, я делал, у меня несколько лекций по пищеварению, и они схожи, да, но там есть акцент очень важный, такой большой достаточно, по методикам очищения, голодания, подготовки, вот эта логистика вся. Вот если бы так подошел человек правильно, комплексно, у него бы успело за месяц, полтора регенерироваться поджелудочная железа в достаточном степени, чтобы потом, только резко выходя, а не плавно, извините, плавно, а не резко, из голодания на пищу уже нормальную, живую, растительную, у него не было бы этой проблемы, а проблема в том, что, представьте, человек начал есть грубую растительную клетчатку, да еще плохо жует, пережевывает, у него задача-то стоит, рецепторы работают, надо переварить эту грубую растительную клетчатку, кишечная микрофлора у него, допустим, еще ущербна, вот человеку пищеварение нарушено, конечно, значит автоматом идет дисбактериоз, ну, условно говоря, симбиотическая микрофлора подавлена, ее не хватает, чтобы она взяла на себя переработку клетчатки в достаточном количестве, да, и получается, что нужно много-много фермента, например, амилаза, который углеводы расщепляет, да, липаза, жиры, и поджелудочная в огромном количестве их начинает даже в большем синтезировать, перенапрягается, грубо говоря, вот почему возникают проблемы на пищеварении, настроения у людей именно вот, ну, опять-таки, у кого, имеющие определенные хронические заболевания, особенно с пищеварительной системой, у нее были уже проблемы с поджелудочной, они есть, но острого панкреатия это могло и не быть, понимаете, вот в чем суть. Ну, хорошо, это я, в общем-то, ответил. Так, ничего, если... А, и еще очень важный момент, и еще очень важный момент. Завтра, буквально уже завтра, 20 апреля, да, будет завтра, у меня будет спустя полгода, я новую лекцию по здоровью, ну, глобальную новую, не читал, вот завтра будет новая, будет она... Я объясню сейчас, к чему я это говорю, ну, как бы не в качестве рекламы, хотя, почему бы и нет, общая лекция открытая, бесплатная, заходите, смотрите, у меня в блоге можно зарегистрироваться через ссылочку по кровеносной системе, на самом деле по сердечно-сосудистой, потому что в сердечно-сосудистую систему уходят две системы, это кровеносные, кроветворные, это разные вещи. Но, в основном, конечно, будем кровеносную разбирать, это сердце, сосуды, капилляры, да, это десятки серьезнейших болезней, начиная там от повышенного внутричерепного давления, да, либо капиллярного затруднения движения проницаемости капиллярных стенок, то есть когда ноги холодеют, вот о чем вот, до инфарктов, инсультов и так далее. Но важно вот что, я там подробнее расскажу, но вам сейчас в двух словах тоже скажу. Это тоже связано с железом. Вот, понимаете, эритроциты, да, красные кровяные тельца, которые переносят в каждую клеточку кислород, забирают углекислый газ, ну, то есть в тканевом дыхании непосредственно участие принимают, да, они, значит, состоят из 514 молекул аминокислот, и 4 атома железа в них, поэтому они красные, красного цвета железа, да, и казалось бы, вот железо, вот эритроциты еще понижены, так вот я вам что хочу сказать, как образуются, думаете, они просто синтезируются в красном костном мозге, так сказать, вот просто они синтезируются, да, так сказать, в миллиардных количествах в сутки, да, что нужно, чтобы их, живут они всего там 120 дней, 115, ну, конечно, нет, это тоже вот мало кто знает. На самом деле они собираются в красном костном мозге, они собираются, они там, это фабрика по сбору, а знаете, еще они образуются? Из хлорофила. Хлорофил, вот, что говорит о том, что должен питаться, чем человек, и вообще, что, чем питается вообще, почему все животные живы? Только потому, что есть растения, правда, и не потому, что они кислород выделяют, не только потому, а потому, что они синтезируют первичное органическое вещество и накапливают в своем теле и углеводы, и белки, и жиры, жирные кислоты, а дальше уже животное синтезируют, переводят, распределяют питательные вещества, перерабатывают, синтезируют свои в своем организме, необходимые для них. Существует пищевая цепочка, я про нее много раз говорил, посмотрите подробнее в лекции по пищеварению, но что я хочу здесь в данном контексте сказать? Хлорофил по своему химическому строению, то же самое молекула хлорофила, как эритроцит, 514 аминокислот, один в один, но в эритроците 4 атома железа, а в хлорофиле 4 атома магния, и вот 4 атома магния в результате сложных химических реакций, из хлорофила, значит, убираются, 4 атома магния, и замещаются на 4 атома железа благодаря 4 атомам Хобальта, а это Кобаламин, это как раз В12, вот в чем важность, в том числе В12, то есть он очень важный витамин, безусловно. То есть посредством замещения через В12, через ионы вот этого Кобальта, ионы магния уходят и страиваются ионы железа, это сборка, вот она происходит, и вот так образуются эритроциты. Поэтому что надо, чтобы кровь была чистая, хорошая, ну не чистая, это там много чего надо, но чтобы было достаточное количество эритроцитов, в нужном количестве тканевое дыхание, так сказать, не затруднено, ну помимо, конечно, проблем надо убирать, проблемы какие накопились, но вообще, в целом, нужно хлорофилл потреблять, это что такое? Это все зеленые части растений, зелень, пророски пшеницы и прочее, ну то есть это прекрасно, да? Любая сныть, крапива, дикоросы, салаты вот из зеленых любых, так сказать, частей. И, конечно, хлорелла, спирулин, одноклеточные водоросли. Так, это вот еще одна какая-то такая, ну не то что проблема, но чтобы было понимание. Вот, пожалуй, вот все, по-моему, наверное, закрывается пласт вот этих проблем по сыроению, ну таких вот, что могут предъявить, так сказать, вот это вам, ну я считаю, что вначале надо было сделать. Ну а теперь, если будут вопросы, вы в конце зададите. А теперь давайте перейдем, пожалуй, попробуем к такому, ну как, знаете, были раньше вот чтения, да? И, ну это не просто чтение, это анализ, то есть сразу я буду останавливаться и говорить, акценты ставить, чтобы было понятно. Вот такая интересная глава в книге, да, в начале, ну вы, конечно, я советую, она там, 400 там страниц примерно около того, вы ее прочтите. В начале он описывает свою жизнь, кстати, вот я начал и не договорил, родился на ферме, был уверенным мясоедом, но родители как в семье воспитывают, так ребенок и растет. Что дальше? Очень просто. Отец у него умер в 60 лет, у него первый инфаркт, в 71 он умирает от второго. Я, тетя от рака печени там в 50 лет или в 51, вот, он уверен. И вот постепенно он пишет, как честный ученый, как он пришел к тому полному пониманию, не убеждению, а пониманию, что самый большой непоправимый ущерб наносит даже не токсины, яды в плане, которые могут попасть не по независимым от нас причинам в организм, а именно неправильное питание, и именно животные высокомолекулярные, белки, потому что, и черному по белому он описывает, потому что они являются антигенами. Вот о чем я говорю, реакция антиген-антитела. Образуются гнойные токсины, канавелин, путарисцин и прочие трупные яды, которые нас и уничтожают. Значит, будет интересно, вы прочтете все это очень подробно, здесь написано, а кому еще более подробно нужно, есть ссылочки, и по ним можно любые научные труды поднять, в том числе в интернете, их есть английская версия, есть русская и так далее. А я вам сейчас хочу зачитать первое из главы, которая называется «История повторяется». То есть мы же не учимся на своих ошибках, мы думаем, что действительно это все, так сказать, вот, ну как сказать, ну не мы, может быть, с вами, но большинство людей-то думает, что это естественно потреблять мясо животных, то есть трупы, мышечную массу трупную животных, что это было всегда, якобы. А вот теперь давайте посмотрим. Итак, пишет Кэмпбелл, что он в 85-м, он находился в Оксфорде, в библиотеках он перерыл там огромное количество литературы, ну медицинской, за 150 лет. И он пишет, что одним из авторов такой был Джордж Мессельвен, написавший 14 книг по медицине и здоровью. Он родился и вырос в Северной Ирландии. Позже приехал в Лондон, где в начале 800-х годов, ну 1800-х, стал видным хирургом. Он был членом, а затем почетным иностранным членом Королевского колледжа хирурга. В возрасте 40 лет он стал вегетарианцем. Значит, после того, как, ну в кавычках это взято, масло, жир и алкоголь были названы основными причинами рака уже тогда. То есть жиры, ну на самом деле я сразу поясню, и об этом Кэмпбелл постоянно. Жиры, это сами по себе нет, скажем так. Окисленный холестерин, окисленные жиры, это да, другой вопрос. Но, понимаете, к сожалению, наука пошла по неверному пути, о чем он подробно описывает, когда она пытается вычленить какой-то один компонент вредный. И вот если они берут жир, ну кто же может на священную, так сказать, корову поднять руку, я имею в виду в кавычках, про белок полноценный. Это же, так сказать, табу в медицине, это естественное вроде бы потребление. Поэтому жир отдел связки с животными белками. Именно потому что, понятно, идет речь про животный жир, на самом деле это про белки. И вот он стал изучать этот ученый подробно. Дальше, значит, теория конституционной природы заболевания означала, что недуг возникает не в результате сбоя в одном органе, одной клетке или одной реакции какой-то, а это, значит, нарушение функционирования нескольких систем в организме. Еще тогда, 200 с чем-то лет назад, ученый пришел к этому выводу. В противовес этой точке зрения существовала теория локальной природы болезней, которая победила, к сожалению, согласно которой заболевание вызывается одним внешним фактором, действующим в определенной месте на организм. А теперь внимание сразу. Вначале возвращаемся к книге Кэмпбелла, где он описывает, что почему они думали, что рак печени вызывается... Они думали, почему. Да, тяжелые условия, отсутствие белков, но главное, арахис в пище. А там в арахисе, я просто сразу вам скажу, вот два продукта самых таких, арахис и кукуруза, но в определенных местах выращенные, неправильно хранимые, они поражаются определенным грибком, который выделяет в процессе даже хранения афлотоксины, очень сильные канцерогенные яды, которые приводят к раку. Но теперь представьте, я вкратце скажу тот опыт, когда брали две группы крыс, его многократно опыт повторяли, одних кормили, значит, вот давали афлотоксин дозу, от которой вот возникает рак, но давали им всего лишь, там, 7, по-моему, или меньше грамм, извините, не грамм, в процентах, а процентов животных белков, причем, подчеркиваю, в виде казеина. А вы помните, да, крысы-то как нам говорят, это животные, которые вообще все сожрать там при радиации могут жить, съедят там все, что им все наплевать, да, могут они в самые выносливые. Ну, в какой-то мере это так, но теперь смотрите внимательно. Одной группе травили афлотоксином, у них должен быть рак печени. И давали им в питании, все одинаково, но только процентное отношение белков было примерно 5 или 7 процентов. А другой группе 20 процентов животных белков, казеина, молочного белка, полноценного, полноценного. В одной группе, которой давали 20 процентов белка, и тоже травили афлотоксином, рак, как и удивление не вызвало, было на 100 процентов. 100 процентов. Все погибли от рака. Потому что два фактора вместе сошлось. Два, понимаете, я вот вам к чему говорю. Ну, может быть и больше, но мы говорим про основополагающих. А вторая группа, которых травили афлотоксином, но белка полноценного казеина было всего 5 или 7 процентов, почти ноль. Ноль рака, понимаете? Так, теперь мы идем дальше. Дальше говорит Кэмбл, описывая Джорджа Мессилвена, значит, и его исследования. В то время, еще 200 лет назад, разгоралась ожесточенная битва между теми, кто веровал в пользу правильного питания и кто выступал за хирургические методы лечения. Зарождалось потребление медикаментов. Значит, сторонники здорового образа жизни говорили, что симптом нарушения конституционально, то есть общего состояния организма в этом причина, а общее это питание. Так, и он говорит, что на меня впечатление огромное, это произвели книги, значит, соответственно, что еще за 150 лет до моих исследований было то же самое ясно. Дальше он пишет, однако, изучая литературу в этих величественных библиотеках, я обнаружил и нечто большее. Я узнал, что ученые спорят о природе здоровья на протяжении веков и тысячелетий, почти две с половиной тысячи лет назад, Платон описал диалог между двумя персонажами, Сократом и Главконом, в котором они обсуждают будущее своих городов. Кстати, вы знаете, великолепные, я вообще обожал всегда и Платона, и Сократа, читал, вот, я вам скажу, конечно, но в древней вообще Греции на первое место ставили логику. И в трудах, даже если человек вот сейчас зацикленный, он может человека как-то, так сказать, знаете, понимая, что проигрывает, унизить, знаете, что надо отдать должное, к чему стремит сообщество? Что если в диалоге, в беседе адекватно и разумно человек доказал свою правоту, даже самый, знаете, такой, ну, недалекий человек, понимая, что логика на стороне абсолютная, да, вот, другого человека, он признает ее, раньше так было, по крайней мере, и вот мне всегда нравилось, ну, не в питании, а в других вопросах, вот это вот железное, вы знаете, как логика и размышления, вот эти сложные заключения вот этих наших знаменитых философов древнего мира. Давайте посмотрим вот это, о чем они говорили, это очень интересно. Сократ говорит, что города должны быть простыми, и горожане должны в основном питаться ячменем, пшеницей, дополняя такими деликатесами, то есть редко, как соль, маслины, там и так далее, деревенскими продуктами, луком, капустой, на десерт фигами, горох, фасоль, ягоды, мирта, там, орехи, и так далее, и так далее. В общем, этот диалог идет, да, потом. Говорит, проживая свои дни в спокойствии и крепком здравии, они, скорее всего, доживут до преклона возраста, такие люди, кто так питается. Но главком возражал, что такая диета предназначена только для сообщества свиней, то есть, так вот, прям пренебрежительно сказал, ну, как сейчас, вот некоторые говорят, что вот вегетариан, мужик, мясо должен, а ты там, ну, что-то типа этого. Они должны возлежать на своих диванах и есть на обед обычные современные блюда и десерт. Ну, то есть, как и сейчас, к чему пришло, к этим перам, когда два пальца в рот, блин, вот, доходило до того, вот эти перы, вы знаете, описанные, так сказать, потом, при растлении общества уже, распаде в последние годы, и, кстати, Римской империи тоже. У верхушки, конечно, верхушки правящие. Иными словами, граждане должны иметь право на роскошь, питаться мясом. А Сократ парирует. Если ты хочешь, чтобы мы продолжали созерцать город, жители, которого страдают от изжоги, нам также понадобится большее количество всех видов скота для тех, кто, возможно, пожелает съесть. Не так ли? Главком отвечает. Конечно, понадобится. И Сократ продолжает. Тогда ты согласишься, что мы будем больше нуждаться в медиках при таком рационе? Главком не может отрицать этого. Согласен, да, действительно, признает он. Тогда Сократ говорит о том, что скоро этому роскошному городу будет не хватать земли, так как понадобятся новые поля для выпаса скота. Этот дефицит, этот дефицит, приведет к борьбе граждан за землю с другими народами. Это посмотрите как, да? Что породит насилие и войны? И, следовательно, возникнет необходимость в правосудии. Кроме того, Сократ возражает. Когда распущенности болезни изобилуют в городе, которые будут обязательно, да, как следствие потребления мяса, разве не начнут люди в большом количестве, ну, значит, болеть, а потом, значит, открываться будут суды, больницы? Разве служители закона и целители не начнут процветать, а многие знатные люди с готовностью посвящат себя этим профессиям? Иными словами, в этом роскошном городе немощей и болезней юристы и врачи станут нормой. Гениально, правда? Просто гениально. Платон в этом же отрывке ясно говорит, что есть животных, значит, навредить себе. Замечательно, что один из величайших умов в истории Западного мира осудил потребление мяса более 2500 лет назад. Но я считаю еще более примечательным тот факт, что мало кто знает об этой истории. Немногим известно, например, что отец западной медицины Гиппократ считал правильным питание главным способом профилактики лечения заболеваний, что Джордж Мелесвелл признал важную роль питания в профилактике лечения заболеваний, что один из основателей Американского онкологического центра Фредерик Хоффман был убежден, что питание способ профилактики лечения заболеваний. Но как Платону удалось так точно предсказать будущее? Он был уверен, что потребление животных приведет к разложению в городах и так далее. Напротив, ощущение богатой роскошной жизни, возникающей благодаря возможности из животных, ложное и формирует культуру, где царят болезни, земные споры, юристы и врачи. Откуда Синека, как и один из ведущих ученых, живший 2000 лет назад, наставник и советник римского оператора Нерона, знал с такой же уверенностью описывал проблему, связанную с потреблением мяса животных. Он описывает, ну, не будем сейчас говорить, он прям описывает то, что действительно, как будет происходить оскуднение земель, голод, а значит требуется, а значит колонии, а значит, ну то есть, вот эти все, ведь вы понимаете, какая штука? Есть очень хороший фильм, он у меня в блоге тоже лежит, в ютубе есть, где провел один неравнодушный человек расследование серьезное со всеми организациями, там гринписом, там со всеми общался, которые от него глаза закрывали. Ну, они борются, мол, дезодоранты, озоновый слой, фреон, да, там, что метан, потому что вот там, значит, по тем или иным причинам, но только не говорят про промышленное скотоводство. И вот если даже, вот я про такой пример приведу, я помню, вот Стерлигов любит говорить, что, и он правильно в принципе, что нефть выкачивают, туда воду вкачивают, миллиардами там кубометров, это ужасно, да, но если поставить по шкале вот эту воду, которая как бы ушла в нефтяные слои, и брать ту воду, которую за этот же год календарный используют на всех фермах мира для скота, это будет в тысячи раз больше, в тысячи, не в десятки. Так что, а метана выделяется столько, что уже на полтора градуса температура только по этой причине на планете поднялась, что в реке стекают море вот этих фекалий и продукты, не распавшиеся органики, вызывая бурное цветение, размножение одноклеточных водорослей, которое приводит к чему? К образованию огромного количества углекислого газа, еще большего, и тем самым, ну вы поняли, цепочку. Это никто не хочет из них учитывать. Почему? Да потому что им платят за это. Потому что их просто-напросто закроют финансирование. О чем и говорит Кэмпбелл, когда он столкнулся с этой, вот этой черствостью непонимания в науке, когда представленные доказательства почему-то не были приняты. Но об этом мы поговорим, сейчас это очень интересно. Так вот, и он говорил, что значит этот ученый и другие предсказали будущее. Как мы забыли, уроки прошлого, пишет Кэмпбелл, как мы забыли, что лучшие атлеты древней олимпиады должны были соблюдать растительную диету, не опасаясь, что вегетарианцы не получат достаточное количество белка. Гладиаторы, и не потому, что они там так может быть хотели, потому что они бы у них просто не было бы шансов с другими, при равных прочих, противостоять. Как сейчас нет шансов, например, если ты не веган, или как, а сейчас уже, как правило, они все сыроеды, например, в легкой атлетике. Ну, я не говорю, что единичные примеры есть, безусловно, в любом виде спорта. Об этом очень хорошо Арсен, с которым у меня была встреча, беседа, прекрасно сказал о спорте, как это все, значит, кто там что потребляет и какого реально здоровья люди. Так вот, значит, далее. Никогда мы раньше не влияли так на окружающую среду, он пишет. Никогда так не меняли климат. И что, пора бы опомниться, и, собственно говоря, давайте, так сказать, будем задумываться об этом. Теперь, заканчивая про прошлое, он говорит, никогда раньше, правда, не было такого количества эмпирических исследований, подтверждающих пользу диету, основанной на потреблении цельных растительных продуктов. Сейчас мы можем полностью об этом говорить. И, соответственно, вот он пишет, очень важный акцент делает, да, например, что, кстати, животные белки даже в большей степени, чем насыщенные жиры, и пищевой холестерин, повышают уровень холестерина в крови. И у целых народов. И это зависит не от генетики, он описывает. Вообще, вот все болезни, практически все, не от генетики, потому что те люди, которые из какого-то сельского района Китая или из Индонезии переехали, например, в западные страны и начали питаться и вести западный образ жизни, у них даже в большей мере, чем у западных людей, которые тут родились, начинаются те же болезни, автоиммунные и прочие, которых в их народах, в их местности, в их ареале обитания не было или почти не было. Это очень важная закономерность, которая прослеживается всегда. Ну, как я вот, когда статьи несколько лет назад писал о молоке и молочных продуктах, там же было сказано про что? Что японцы, они же молоко до 60-х годов не потребляли. Они стали потреблять молоко, и у них начались определенные проблемы, в том числе сахарный диабет первого типа. Кстати, о автоиммунных болезнях Кэмпбелл пишет очень подробно. Он разбирает более 15 автоиммунных заболеваний. И везде причины животные белки. Везде причины. И особенно молочный белок козьи, на чем я говорю. Всегда. Так. Теперь давайте... Вот тут еще акцент, важно сейчас вам скажу. Множество международных исследований демонстрирует, вот, что сахарный диабет первого типа, тяжелое автоиммунное заболевание, связанное с потреблением коровьего молока и преждевременным прекращением грудного вскармливания. Это очень важный момент тоже. Мы знаем, что автоиммунная система может атаковать наш собственный организм посредством молекулярной мимикрии, вызванной потреблением животных белков, которые проникают в кровоток. У нас также имеются убедительные доказательства корреляции между возникновением рассеянного склероза и потреблением продуктов животного происхождения, особенно молочных. И так далее, и так далее. Это здесь прослеживается по ходу... о какой теме говорить на каждой странице. Более того, вот посмотрите, как важно вот это еще показать, отрывок. Смотрите, исследования свидетельствуют о том, что риск переломов тазобедренных суставов, развитие остеопороза усугубляется при потреблении пищи с высоким содержанием продуктов животного происхождения. Животные белки вызывают вымывание кальция из костей, о чем я всегда, да, говорю, вот про молоко, когда... Почему? Ну, потому что азот сильный закислитель, закисляя кровь, организм никогда не даст кровь закислить. Он возьмет, вымыет, выдаст в виде ионов и, во-первых, он возьмет сразу кальций, который есть в молоке. Там много кальций, но его не хватит для реакции нейтрализации, окислительного воздействия этого сильного азотистого ну, соединения этих белков, особенно казеина. И, соответственно, кальций будет браться из костей. Вот вам остеопорозы. Он пишет, исследование свидетельствует о том, что риск переломов да, остеопороза усугубляется, значит так, животные белки вызывают вымывание кальция с костей, связывая кислоту, связывая кислую среду в крови. Вот то, о чем я говорю. Так, значит, были очень интересные исследования многих тысяч медсестер. Там нашли закономерности, ну, потому что они же следуют советам врача, медицине, там потребление животных белков еще выше было, а на это исследование потратили миллиард долларов. Миллиард долларов, и, по-моему, 10 лет. Так вот, там были просто интереснейшие данные, которые, ну, просто обо всем нам говорят, потому что те болезни, которые в среднем по населению, в том числе, автоиммунные, онкология, любая, молочные железы, там, прочего, она у этой группы людей была выше примерно в пропорциональном отношении по потреблению ими животными белками, животных белков. При том, что они знают, что жир якобы вреден, они потребляли жира меньше, но больше белков ели. Так, сейчас я посмотрю свои закладки, потому что я вот хочу что-то в начало, про витамин Д, все-таки есть время, будет в конце. Вот, допустим, давайте возьмем очень интересную вещь, я сейчас вот про, я ее назвал, но грубо не буду зачитывать, но про ученых, у которых нет мозгов. Он описывает так, даже, как было вот последние годы, даже разговоры о роли питания, он описывает, были, так сказать, запретными. Значит так, предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний с помощью питания, питания было пугающей идеей, поскольку означало, что старое доброе богатое мясом диетам настолько, мясом диета настолько вредна для здоровья людей, что губительно действует на сердца. Консерваторам это пришлось не по вкусу, это вот он описывает в разделе и по сердечно-сосудистой системе и так далее. Так, один из таких ученых, вот давайте прямо классику возьмем, вот прямо вот откуда все это пошло, и тогда не остается никаких удивлений, ну, у простых домохозяек, бабушек, так сказать, не должно оставаться. Почему же тогда в этом случае, так сказать, как вот мне, ну, не мне, но вот я слышал такие разговоры, часто говорят, ну, почему же тогда это все, принято, что все это нормально, почему же, почему, потому что это пошло с этих врачей, а дальше, как попка-попугай, друг за другом повторяет, свято верует, тем более, это так вкусно, привычно, потому что вкусно. поэтому очень хорошо верить в это, ну, так же, как алкоголик, сразу поверит, если какая-нибудь продажная сволочь, врач или ученый скажет, что в умеренных дозах красное вино там начнет, ну, а там уже дальше, не важно, что льется все подряд, лишь скажи, что это, мол, для чего-то, может быть, когда-то полезно. Все, человек сразу, как свинья в грязь, ищет, найдет, и он найдет, и за куском мяса найдет, также по этой же причине, но давайте посмотрим типичный случай ученого, врача. Один из таких ученых, консерваторов, неплохо развлекался, надсмеиваясь над людьми, мало подверженными риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Вы вдумайтесь, то есть, кто мало был подвержен, у кого, а они по-другому питались, то есть, и он вот надсмехался. В 1960 году он написал шутку такую, значит, чтобы посмеяться над недавними, для того времени, научными выводами того времени. Итак, он назвал эту статью, как бы, краткое описание мужчины, наименее подверженного риску возникновения ишемической болезни сердца. Итак, слушайте, его глумливый очерк, если так сказать. Это изнеженный, женоподобный, госслужащий, или, значит, бальзамирующий мумии, которому катастрофически не хватает физическо-умственного тонуса, у которого отсутствует задор, амбиции и конкурентный дух, кто никогда даже не пытался выполнить работу в отведенные сроки. Это человек с плохим аппетитом, поддерживающий свое существование за счет овощей и фруктов, сдобренных кукурузой и китовым жиром, не выносящий табака, с презрением, отказывающийся от радиоприемника, телевизора, автомобиля, с кнопкой волос на голове, тощего, не спортивного вида, но при этом постоянно тренирующий свои силы и мускулы. У него низкий доход, артериальное давление, уровень сахара в крови, ну, то есть, низкий доход, это уже равняет, то есть, артериальное низкое давление, это вроде как не так плохо, как высокое, но, однако, ладно. Да, низкий уровень мочевой кислоты, сахара в крови, холестерина, что, конечно, хорошо, он это и пишет, но с каким глумлением, пренебрежением. Он принимает никотиновую кислоту, пиродоксин, а также долгое время получает антикульплярную терапию с тех самых пор, как подвергся профилактической кастрации. И вот дальше самое интересное, что пишет на это Кэмпбелл? Он говорит, автор этого высказывания с таким же успехом мог бы заявить, только у настоящих мужчин бывают сердечно-состудистые заболевания. Хорошо, да только у настоящих. Обратите внимание, что диета, основанная на фруктах, овощах, описывается как плохая, хотя автор предполагает, что это диета людей наименее подверженных риску возникновения сердечно-состудистых заболеваний. Да, как интересно. К несчастью, ассоциации между мясом и физическими возможностями, мужественностью в целости, в целом, и сексуальной ориентацией, в экономическом благосостоянии, мешают консервативно настроенным ученым, объективно взглянуть на процессы питания, приняв во внимание научные свидетельства. Эти взгляды восходят еще к первым ученым, отстаивающим пользу употребления белка, о которых упоминалось во второй главе. Он тут приводит пример просто сильных атлетов, веганов, там, ну, вы и сами это сейчас прекрасно знаете, уж что там говорить, Иван Поддубного достаточно вспомнить, что вообще об этом, как говорится, бисер метать. И вот, это просто интересная история, но которая такая, знаете, типичная. Дальше он описывает глава хирургии, иллюзорный спаситель, иллюзорный, потому что по большому счету иногда, да, необходимы срочные меры, но по большому счету в перспективе мало что решает, если человек не меняет образ жизни. Далее, я сейчас фактически вам, значит, так, сейчас, теперь смотрите, вот такой важный аспект возьмем. Раздел называется у него гены, генетика. Однако я часто слышу от людей, что дело все в наследственности, и они могут помочь, они не могут себе помочь, но поскольку в наследственности, что тут уже делать? Бери, мол, ешь, что хочешь, пей, что хочешь, мол, если все равно, это, так сказать, фатальный исход. Фатализм, пишет Кэмпбелл, снимает необходимость личной ответственности за свое здоровье, а я бы добавил еще здоровье своей семьи, детей, и сильно ограничивает возможности человека. И вот он описывает, что гены, значит, не более 10% по большому счету, действительно, в каких-то случаях могут влиять, но совершенно почти все можно исправить, изменить, изменив питание. Так, да, ну вот очень интересные вещи про рак молочной железы, знаете, такую новую моду, пошедшую, что там настолько боятся этого фактора, якобы это ген какой-то, да, и что удаляют грудь, да, то есть это идиотизм, но это он подробно тут объясняет, кому интересно, это уже можно, так сказать, здесь подробно описать, но это, конечно, да. Так вот, он описывает, почему же вот этот высокий уровень эстрогена, почему, у меня возникает простой вопрос, почему мы в первую очередь не задумываемся над тем, что объясняется такой высокий, чем объясняется высокий уровень эстрогена, потреблением животных белков, а не какой-то генетикой. Дальше. Он, конечно, описывает очень важные дополнительные факторы, которые влияют на нас, это, например, химические загрязнения окружающей среды влияют, конечно, влияют, но он писает, что 90-95% воздействия на человеческий организм этих химических веществ обуславливается во время употребления животных продуктов, и это еще одна причина, по которой питание ими может быть рискованно. То есть, как раз, помните тот случай, который я специально указал, а их очень много, когда травили просто химическим уже канцерогеном, и то организм справлялся. Знаете, это, к этому выводу очень многие пришли, просто не понимали всю глубину причинно-следственных связей. Мне в свое время один знакомый мой, аквариумистикой занимались тоже вместе, он оканчивал МГУ, кафедру жирных кислот, и еще одно у него образование. Так вот, мой знакомый коллега, скажем, он, а его друзья все, кто же с ним, кто заканчивал, кто-то в Австралии, в США, в институте геронтологии, там, изучения старения, там, и других кафедрах. А ему при новой данной постоянно, значит, я еще лет 15 знал, что такое теломеры, вот эти защитные колпачки на хромосомах, в результате которых при каждом делении потенциал жизни уменьшается. потому что, долго это объяснять, я когда-то в каких-то лекциях уже про это говорил, но не важно. Так вот, он тогда говорил уже о том, что, а у него отец умер от рака, и он как бы очень боялся, он потом исследовал просто, а поскольку ум, аналитический, высокоразвитый интеллект, это просто человек уникальный, он накопался там по несколько часов в сутки, а тем более ему товарищи, коллеги из разных стран последние данные скидывали. И он понимал, что витамины В разрушаются некоторые, не все, при термообработке, что если мясо, он был, он только, все хорошо, он одного не мог понять, что причина-то в этом самом проклятом мясе, он говорил, когда ешь мясо или животные белки, надо много витамина В дополнительно принимать, обосновывая тем, что витамин В группа раньше синтезировалась, все витамины синтезировалась, а сейчас нету современного человека и объясняет, знаешь, знаете чем, но это как объясняет не он, это от лица вот этой ортодоксальной науки, но кто пытается уже что-то на чем-то задуматься. То есть человек, казалось бы, обладает высоким интеллектом, колоссальными знаниями, энциклопедическими. Ну и что? Этот человек что? Значит, понимает все? Нет, знать и понимать это разные вещи. И он прекрасно знал, но его мысли, поскольку он отсекал возможность как неестественного и вредного, убийственного употребления мяса, он на что все отводил? Например, мысли его уводилось, смотрите, как интересно в сторону. Он говорит, поскольку не хватает для переваривания мяса, потому что мы якобы в процессе эволюции утеряли способность к синтезу многих, так сказать, витаминов, а знаете, как он еще говорил? Когда Чернобыль бабахнул, так сказать, многие, ну вот, онкология, понимаете, и стали изучать, смотрят там, кроликов берут, ну в общем, а у них гигантское количество витамина С синтезируется, то есть все, да вообще у всех травоядных животных по большому счету естественно. И он говорит, вот это есть причина на то, что все-таки этот фактор, несмотря на высокую радиацию, может быть при равных прочих, при тех больших количествах антиоксидантов, значит, со свободными радикалами, кто, да, борется веществами и минералами, витаминами, побороть и рак. Возникает вопрос, а почему у людей не может побороть, и почему у людей нет такого количества, не синтезируется? Он говорит, вот эволюция, сейчас уже, ну, типа, неприродный образ жизни, все проще. Вы-то теперь, наверное, знаете уже, потому что симбиотическая кишечная микрофлора просто работать не может, потому что человек будет есть то, и в таком виде, то есть термически обработанном, которое просто уничтожает уже почти все. Ну, давайте вспомним прям последний ролик, мне кто-то в контакте, в группу мою, ну, там, написал, ролик прям выложил, маленький, Малыша вот ведет по телевидению о здоровье, и там два профессора с ней. Мне понравилось, конечно, там много бреда всякого, много подано, это так подается, как будто для умственно отсталых, там, да, это понятно, но я и не смотрю, мне присылают, вот когда я смотрю, а там акцент, они говорят, вот капуста, полезный продукт, витамины С, завались, все, так сказать, все полезно, квашеные, отлично, и сказали, ну, правда, вот тушеные, люди-то тушеные любят, тушеные, а тушеные, ну, такие переглянулись, говорят, ну, там же ничего нет, никаких уж ни витаминов, ничего, все мертвая пища, мертвая, все ничего там, они говорят, ну, разве что для вкуса, они говорят, ну, да, разве что для вкуса, но, давайте подумаем, Называемого мнимого наслаждения, химические наслаждения, которые возникают от того, что мы иннервируем определенные нервно-моральные регуляции, где участвуют гормоны, передача нервных импульсов от рецепторов коров малого мозга и ответная реакция. И мы проявляем в виде привычки. Человек меняет питание, образ жизни. Он вчера не мог что-то, потом поменял, ему это привычным стало. Нарушилась эта связь, она изменилась просто. Поэтому наши привычки руководят нами. Фактически что? Кишечная патогенная микрофлора, прочее, прочее. И вот на самом-то деле дело в чем? Перестали есть живую растительную пищу, стали все варить, стали есть мясо. Не хватает витамина В, оттуда, кстати, в том числе. Пожалуйста, он говорит вот эту причину. А реально в чем? Какой выход из ситуации? Очень простой. И понять, в чем причина болезни, изменить питание. Ну, конечно, есть такие болезни, когда мало только изменить питание. Там нужно серьезное очищение, нужны определенные травы, корень, экстракты, определенные, зная, где какие содержатся вещества, чтобы усилить. Ну, например, корень лопуха, экстракт, если выжить сок лопуха, там есть схема определенная. Ну, грубо говоря, по 30 миллилитров два раза в день, у кого онкология, или, например, там полипоз кишечника, полипы в кишечнике. Это можно вылечить при том, что не только это делать, ряд еще мероприятий, но как основу. Как основу. За три недели можно полипы полностью убрать из кишечника. Три недели. Поэтому, так, я начал, сейчас, а к чему я это, значит, хотел зачитать какой-то, а, да, что факторы. И вот поэтому Кэмббелл говорит, вот этот канцероген, который вводили, афлатоксин, он ведь может и не действовать, если иммунитет крепкий, если сила очистительная организма высокая. Пожалуйста, вот все правильно. Так, ну, я сейчас быстренько пробегусь по разделам некоторым, где-то пару слов скажу. Пометок тысячи здесь. И, знаете, каждая мысль, вот как сейчас, может быть интересной, но невозможно все. Вот другие факторы. Рак предстательной железы – очень интересная вещь. Очень. Опять-таки, вот, например, вот просто цитату очередную. После анализа, выводов, экспериментов. Значит, вышеупомянутые особенности этой болезни – рак предстательной железы – напоминает черты других болезней – богатых. Эти… Это говорит, прежде всего, о том, хотя рак простаты отчасти обусловлен, отчасти генетическими факторами, которых очень малый процент, главную роль его распространения в развитии играют внешние факторы. Какие же? Как вы догадались, растительные продукты полезны, животные вредны. Но есть ли более конкретная информация? Как ни удивительно, одна из самых стабильных и четких взаимосвязей наблюдается между раком простаты и употреблением молочных продуктов. Вот, что интересно по ходу изучения его трудов. Ну, для меня неудивительно. Но, действительно, в анализах показывается, что самые опасные белки – именно молочные белки казиновые. Причем, кстати, ну, кто-то… Я очень советую тем, кто будет на записи смотреть лекцию, если будут сразу много вопросов. Понятно, будут сначала, чтобы вы всю эту логистику поняли. Я ведь сейчас читаю лекцию, хочу обратиться к зрителям. Для людей, которые все-таки уже в курсе в теме, вы же, если не в курсе, не пишите глупости, вроде, так сказать, таких, как что «А как же животные белки, дети расти должны? Как же без белков они там неполноценны? Ну, вот это все. Почему же тогда? А вот врачи, а молоко? Все выросли на молоке, мол, вот это все». Тогда давайте так. Вы просто посмотрите мои некоторые лекции. Уверяю вас, ни один вопрос вы новый не зададите. Все там есть. А главное, у меня есть такой раздел в блоге, левая колонка, там какие-то, как же он называется, ну, основные лекции, что-то такое. Там общие лекции, вводные, посмотрите. То есть для начинающих. Что такое адекватное питание? Почему причина? Откуда берется причина всех болезней? Посмотрите это вначале. Второе – это по лекции о пищеварении, о печени, так сказать, болезни этих органов систем. Вот это. Так. Дальше. И про молочные продукты три статьи. Они там есть. Именно три. Прочтите, и вы все поймете. Я их там четыре года назад писал первую. Ну, вот, собственно, вот так вот. И вот он пишет, что, значит, про гормональную сферу, так сказать, опять-таки, про витамин Д. Ну, тут это я в последнюю очередь скажу. Это очень интересно. Тут даже он в трех частях говорит, как бы, об одном и том же, про витамин Д. Ну, вот, допустим, давайте так. Это как бы маленькая выжимка, просто для... Я думаю, сейчас это будет уместно сказать. Значит, оказывается, вырабатываемое в организме количество этого сверхмощного витамина Д, 1,25 который, значит, ну, там, маркировка его, и его действие определяется особенностями питания. Употребление в пищу животных белков обычно блокирует выработку витамина Д. Результат чего? Его низкий уровень в крови. Если он сохраняется на протяжении долгого времени, низкий уровень, возможно, возникает рак простаты, возможно, возникновение. Кроме того, длительное употребление в пищу большого количества кальция создаёт благоприятные условия для развития уровня сверхмощного, значит, условия для снижения уровня сверхмощного витамина Д в организме, что усугубляет проблему, ну, и не только связанную с раком простаты, а там огромное количество проблем, дело в том, что он единственное не акцентирует разницу между органическим кальцием и неорганическим. То есть, грубо говоря, если пища варится или если вода пьётся с высоким содержанием карбонатов, это кальций неорганический уже, он мёртвый. Он будет оседать как раз с наростами холестерина в гляжах сосудах, он будет делать сосуды менее проницаемыми, более хрупкими. Отложение уратов, надрия, ну, это, правда, белки, это не кальций, это азот, как раз это соль азотистые и так далее. То есть, вот это очень важный момент. Да, вот, кстати, ещё последнее про рак простаты, но ведь это не только про него, так что тут надо шире смотреть. Не существует едимого механизма, который в полной мере объясняет причины возникновения болезней таких, как рак. Конечно, их очень много. Я говорил в своих лекциях, их десятки причин. Поэтому, когда, знаете, очередное открытие, вот, это там какие-то простейшие там, да, например, всё, мол, выяснили причину, что за чушь. А что же, если облучить там сверхмощные дозы радиации или ртуть тебе в организм вводить, у тебя не будет рака? Или там, надо сказать, причин много, может, облучение. Будут, будут. Он пишет дальше. Было бы даже странно ожидать появления, ну, абсолютного, так сказать, ответа. Но я абсолютно уверен, что полнота и глубина доказательств, опирающихся на чёткое согласованное реакции, подтверждают вывод о том, что употребление молочных и мясных продуктов – серьёзный фактор и основной риск рака простаты. Ну, дальше он пишет про рак толстого кишечника, там, неважно, это мы не будем, так сказать, говорить. Теперь речь идёт про автоиммунные заболевания. В своей главе он оценивает 17 видов, но про какие-то говорит быстро, бегло, а какие-то очень подробно. Кстати, я ещё коснусь темы диеты Аткинса, знаменитая вот эта белковая диета, потому что про неё касался, я думаю, скажут когда-нибудь кто-нибудь что-нибудь научное, вразумительное, просто интересно. Ну, конечно, прям был, как, понимаете, когда человек понимает, в чём суть, вот законы природы понимает, уже понял, он обо всём правильно и говорит, потому что тут всё на свои места сходится, пазлы собираются. А если выбрать, вот как у гениального человека, моего знакомого, гениального, у него пазлы до конца не сложились, он не понял главную причину рака и вообще болезни. Не понял, потому что, ну, так сказать, мы биологическое существо. У нас те же самые биохимические процессы идут, они точно так же могут быть болезни у животных, которых мы кормим, соответственно, своей пищей, о чём я постоянно говорил. И вот он перечисляет. Витилиго, кстати, это, который вызывается цитомегаловирусом. Вот, кстати, основное, животными белками и вирусом, который цитомегаловирус в печени живёт. Витилиго, это вот эти пятна на коже такие красные, да, на фоне. Это болезни печени, да, но какие? Цитомегаловирус проблемы сразу автоматом есть. В чём проблема? С печенью проблема? Это автоиммунное заболевание, в общем, да, но провоцирует его, кто вирусы. То есть причин много может быть? А может, не только вирусы, а ещё есть, конечно, есть, если он ещё ест животные белки. Может быть, вирус не взял бы верх над организмом человека, понимаете? Когда иммунная система крепкая, а она ослабла, и он взял. Но вирусы ведь как используют нашу ДНК наших клеток, ну, например, печени, для репликации, то есть себя. Они не могут сами размножаться. Они встраивают свою ДНК в ДНК наших. Но когда это возможно? Когда защитная реакция организма в виде борьбы наших иммунных клеток ослабевает. Вот, он перечисляет гламирононефрит, рассеянный склероз, сахарный диабет, болезни Шегрена, там, тяжёлая, значит, миостыния, там, склеродермия, ну и другие болезни. То есть он, значит, про них говорит. Это вы можете потом посмотреть. По большому счёту тут одна и та же, один тот же принцип, как я его описываю, например, с сахарным диабетом первого типа Иоанн об этом пишет, что уничтожаются островки лонгерганца, потому что белковый, вот этот белок казеин, молочный белок коров, молока, например, он почти, последовательность аминокислот в нём, по структуре, почти идентична. Так получилось, последовательность аминокислот в островках лонгерганца, этой группе клеток поджелудочной нашей железы, которая вырабатывает инсулин. Иногда иммунная, то есть наш организм воспринимает наши же собственные клетки, как чужеродные, ну потому что не рассчитан организм на такую постоянную сверхтяжёлую мобилизацию, ну как уставший человек, который может переклинить, он сделает ошибку и стрелку там переключит, не так поезд столкнётся, да, ну грубо говоря, хотя он будет трезвый, всё, но он просто перегружен, замучен, не спал 5 дней, да, всё может быть, может. И вот это когда-то происходит, может быть, такой стрелочник ни разу не переключит, а может переключит, и кто-то переключает иногда. Вот так же и у человека. И уничтожаются ещё эти схожие клетки, то есть островки лонгерганца. То есть клетки нашей же организма, нашей иммунной системы уничтожают свои родные клетки. В этом и есть принцип автоиммунных заболеваний. Неважно каких, когда организм уничтожает какие-то свои группы клеток, какую-то железу, и меняется гормональная система, то есть и так далее в результате. Вот. И он пишет, внешние враги, вот слушайте, прям дословно, молекулы белка, называемые антигенами. Эти чужеродные клетки могут быть бактериальными, вирусными. Это прям вот слово, это я не то, что я себя. Вот эти строки я вообще прочёл, ну, недели три назад, например, а я об этом сколько говорю, вы можете в моих лекциях, так сказать. Могут быть бактериями, вирусами, стремящиеся нарушить целостность организма, а потом пишут, а могут быть белки просто чужеродные ягоды. А ведь логика-то одна, поэтому и он, и я говорю, логика одна, она простая, природная. Если высокомолекулярный белок, сложившийся, цельный, для какой-то цели своей космической задачи, я не знаю, в живом организме, есть, он построен для этой цели. Наш организм не способен цельные белки, у нас нет для этого ни достаточной ферментативной системы, ни иных критериев и факторов, чтобы белки переварились до аминокислот в организме, пройдя через желудок в 12-перстную кишку, чтобы они цельными, то есть разрозненными аминокислотами, как и должно быть, всосались в кишечник. Они всасываются участками, там, цельными белками, до 20-30 и больше процентов порой. Если это происходит, это и есть антигены. Но не всегда 20-30, я имею 20-30 процентов непереваренных белков проходит 12-перстную кишку. Дальше, конечно, там в кишечнике, в тонком кишечнике, патогенные микроорганизмы, которые замещают симбиотическую микрофлору, ну кто ест вареное, жареное мясо, белки, животные денатурированные тем более, они разглажаются в больших количествах, поэтому мы сразу не погибаем. Но они-то ведь что делают в нас? Не только выделяют в результате своей жизнедеятельности яды, токсины, они, конечно, и нам позволяют не сразу не погибнуть. Они просто что делают? Они перерабатывают, у них тоже на выходе есть определенное количество аминокислот. Но тем не менее цельные белки все равно какое-то количество попадает в кровь, всасывается в тонком кишечнике через поры. И чем больше может всасываться этих белков, чем поры крупнее. А тогда эти поры будут крупнее, когда они натренированы, когда мама по невежеству или по приказу врача с детства начала чем раньше давать ребенку молоко коров, творог и прочее, тем, тем, а дело в том, что вначале эти поры открытые, чтобы наши белки материнского молока, цельные иммунные белки, иммуноглобулины, альбумины прошли в кишечник непереваренными, в этом смысл, они запускают иммунитет организма. Потом эти поры зарастают. Но кто тренирует эти поры, я так примитивно говорю, у того они мало зарастают или слабые. И чем больше в детстве человек, тем во взрослом состоянии, когда он уже будет мясо, прочее, у него больший процент непереваренных белков сосется в кровь. И возникает реакция антигена-антитела, в результате которого, в результате гниения, потому что лейкоцид подходит, поедает клетку, он в миссию выполнил, обе клетки погибают, белок гниет. Это яды. Путрисыны, там, кадавер, труп, да, кадаверин, по-латыни кадавер труп, кадаверин образ. И другие яды, очень много их разных, клеточных ядов, токсинов, вот они-то и уничтожают изначально наш организм. А остальное все, это вторичное. Хеликобактер, который Нобелевскую премию там дали, что язву вызывает, это вторично. А почему они, они могут попасть, они у каждого в организм попадают. Почему они у одного вызвали, а у другого не вызвали? А потому что у одного, по какой-то причине, в этой зоне области, так сказать, иммунная система еще справлялась, а у другого там уже не справляется. Вот накладывание факторов, о чем и говорит Кэмпбелл. То есть мы многофакторны, нельзя вычленять из системы что-то, так сказать, оставляя одно, другое, третье. У нас очень много. Но везде там, где без исключения на 100% во всех исследованиях показаны основные причины и следствия, то тут уже, так сказать, все ясно. Вот сахарный диабет первого типа. Он анализирует, так сказать, подробно этот вопрос. Теперь, противоречивость, противоречивость и такое интересное заглавие, как раз якобы то, что мы считаем противоречит научным взглядом, на самом деле противоречит истине. Ну и дальше он описывает другие заболевания. Я сейчас не буду, безусловно, про них говорить. Так, влияние питания на мозг человека. Опять-таки, аминотоксикоз головного мозга, о чем говорим. То, что вот эти все... И, кстати, болезнь Альцгеймера. Конечно, это накопление... То есть от алюминия, да, вот почему опасно мед покупать у тех, кто держал их в алюминиевых флягах. Или вообще вот раньше в алюминии перевозили, ну там, молоко, все, что угодно. Это не это... Алюминий абсорбирует... Он накапливается в мозгу и вызывает постепенно болезнь Альцгеймера. Это долго и сейчас незачем объяснять, как и что. Но в том числе, конечно, и животные белки. И об этом тоже описывает. Ну, аминотоксикоз головного мозга. Это еще вот клиники Николаева вот лечили шизофрению голоданием и переходом, ну, скажем, на голодание. Правда, им диету меняли практически на сыроедную. Вот так Кэббелл описывает, когда... Причем описывает врачи и коллег, которые тоже вот выросли в системе, понимали, что не могут помочь больным почему-то. Пошли на повышение квалификации. Учились. И видят там, что медицина не может помочь. Начинают понимать, что как-то питание, ну, как-то случайно начинают, отдельно, даже ничего не изучая. Просто начинают понимать, видеть. Ну, сопоставляя, думая. Им сразу пристекают, молодым медикам. Говорят, это все не так, нет. Вот таких людей он приводит в пример, которые добились колоссальных результатов. По 30-40 лет практики своей. Ну, чудеса просто творили, так сказать. Изменение питания, образа жизни, безусловно, и так далее. Так. А вот очень интересный еще момент, аспект, который я сейчас скажу вам. Я часто беседовал с людьми, которые говорили, возможно, я и не проживу так долго, как вы, помешанные на здоровье. Но я постараюсь провести отпущенное мне время приятно, есть без штексы, когда пожелаю курить. И если мне это захочется, и, ну, почему-то только хочется всегда, да? И делать все, что мне угодно. Я вырос среди таких людей, пишет Кэмпбелл. Ходил с ними в школу, очень подружился с многими из них. Недавно один из моих близких друзей перенес сложную хирургическую операцию вследствие рака, ну, естественно. И провел последние годы парализованным в лечебнице для престарелых. Я неоднократно навещал его там, и всякий раз он выходил оттуда, вернее, я выходил оттуда с чувством глубокой благодарности за здоровье, которым я еще обладаю, несмотря на пожилой возраст. Нередко во время моих визитов, значит, к другу в лечебницу я знаю, что один вновь из поступивших пациентов, наш давний знакомый, у кого обнаружили болезнь, например, Расгеймера и так далее. Получать удовольствие от жизни, особенно второй ее половины, становится трудно, если человек не видит, не слышит, если почки не функционируют, кости переломаны или слишком хрупкие. Я надеюсь, что смогу наслаждаться жизнью не только сейчас, но еще некоторое время, оставаясь здоровым и независимым. И я назвал это так, на полях себе написал глупость человеческая. Понимаете, вот эти хорохорения, и чтобы отмахнуться, забыть и жить, как это, это то же самое, как, знаете, это как вот, если аналогию провести, ну вы поймете, о чем я говорю, когда вот Христу говорит, ты зачем пришел мешать нам? Мешать нам жить, как мы хотим. В растлении, в распущенности, в чревоугодии, во всем этом. Зачем пришел в очередной раз? Вот то же самое. Разумные люди говорят то, что наоборот человек должен с открытым ртом слушать, принять в жизни сейчас, чтобы потом не мучиться. Сейчас, конечно, ты вот прям здоров, может, с сигареткой или там с куском мяса можешь, так сказать, пройтись и все, что-то будет так всегда. А, ничего, умру потом или что? Да ты же обрекаешь, если у тебя дети, конечно, порядочные, ты в мерзавец своих детей обрекаешь на то, что они за тобой парализованно будут ухаживать? Или ты думаешь, мол, что ты не будешь парализован? А откуда такая уверенность, дружок? А что, у миллиона людей не лежат парализованно? Ты что, будешь исключение? Умник, больно. Размечтался, так сказать. Ну ладно, это было бы твое дело, если бы ты отошел на тот свет прямо вот так вот. А если нет? А если годы за тобой дети должны будут ухаживать, и это нормально по отношению к ним? Это подлость ради того, чтобы сейчас пожрать свое, так сказать, бюштексы, принося природе вред планете в целом. Голод насаждают у людей, потому что каждая корова съедает столько. Это, вы понимаете, там расчет 100 грамм, чтобы произвести говядины. Это можно вырастить тонны овощей, зелени, которые возобновляемыми будут. Это преступление перед планетой, перед людьми и так далее. И вот это вот глупости такое еще говорить, я лучше провести... Ну, понимаете, это, так сказать, конечно, ужасно, да. Ну, тут что-то со стулом, да. Вот. Да, теперь пару слов о интересном. О! Всеобщая озабоченность углеводами вызвана во многом из-за покойного Аткинса и его белковой диеты. Дело в том, что вы слышали, наверное, о такой белковой диете, когда, кстати, достигало это вполне даже результатов. Многие люди, ну, вылечивались от сахарного диабета. Но, в основном, правда, второго типа. Конечно, второго. И проблемы-то здесь вообще никакой нет. Это, кстати, еще монастырский. Я вот много, сколько, года три назад была такая лекция, где я о диете монастырского. Она тоже самая. Они же Америку-то не открыли. Он об этом очень хорошо где-то, я не знаю, найду сейчас или нет, подковыривает, так сказать, пишет, что Ох, Господи, какой, мол, тут, ну, что это за такой героизм? Что он открыл? Ясное дело, он говорит, что если калорийность вследствие, так сказать, уменьшить до 1350 килокалорий в сутки, ну, благодаря вот этому количеству он рассчитывает мясо, чтобы было примерно вот до полутора тысяч меньше, да, убрав углеводы все, понимаете, приравняв живые углеводы, которые содержатся в растениях, энергетики нормальные, и сахар в стакане, как вот монастырский там пересыпает, считает все, в одну копилку и Кока-Колу и фрукты. Ну, это идиот или нет? Я думаю, идиот, конечно. Значит, и, соответственно, что в итоге? Уменьшите количество, уберите углеводы. Ясное дело, что у вас пройдет причина, пока это устранится, и сахарный яйв 2 типа, он пройдет. Но зато будет онкология, зато будут любые автоиммунные заболевания, о чем и пишет. Кстати, проводились исследования тех людей, которые долгое время были на методике Аткинса, и это очень интересные результаты. Я думаю, что я их, так сказать, все-таки полагаю, что все-таки найду, наверное, и попозже, когда дойду до этого, скажу. Значит, теперь вкратце, какие принципы, которые Кэмпбелл вывел, он их назвал 8 принципов питания и здоровья. Ну, конечно, речь идет о питании, естественно, хотя не только из питания складывается здоровье, но это главный фактор. Итак, питание представляется высовокупное воздействие бесчисленного количества веществ, содержащихся в пище, целое больше, чем сумма составных частей. То есть он говорит о том, что нельзя подходить, вот неразумно, как многие люди пытаются по таблицам сидеть там, жизнь свою тратить, все высчитывать до последних, так сказать, сколько в каком продукте. Надо, конечно, это понимать что-то, но это до бесконечности может войти в противовес. Он же правильно говорит, что взаимодействие этих компонентов, как создала их природа, никогда врачи и ученые никогда не смогут понять и просчитать до конца. Мы можем что-то понимать, видеть часть чего-то, но только целое больше, чем часть частичных, так сказать. Дальше второй принцип, он назвал так, витаминные добавки не панацея. Я всегда тоже говорю, мне еще пишут, ну а как же вот в Коралловом клубе, а я, ну кто знает, я в некоторых случаях для простоты, для того, чтобы действительно для многих это будет просто не делать, составлять сборы трав, там собирать их или где-то, а купить, я не говорю ни в коем случае, что вся продукция хорошая, я не говорю, что витамины, поливитамины, я их никогда не советую, вообще никогда, потому что многие, например, антагонисты, витамин В группы, например, С, это вообще... А вот другой вопрос, витамины, которые содержатся, например, хлорелия, спирулиния, это совсем другой вопрос, это природный продукт, это нормально. Но он пишет, что химические витамины могут иметь только в крайних случаях применения, например, витамин В12 нехваткой и очень большой дефицит, и тогда человек действительно может принимать в виде спреев, вот в жидком виде, да, пожалуйста, так сказать, какой-то небольшой курс. И про витамин Д он пишет, да, когда солнца нет, или кто-то живет на крайнем севере, но, допустим, там действительно можно принимать, ну, в очень незначительных количествах. Так, далее, третий принцип. Почти все питательные вещества лучше представлены в растительных пище, чем в животной пище. И это логично, я всегда что говорю. Пищевая цепочка на нашей планете как устроена? Есть продуценты, это те... Ну, это растения в основном, которые продуцируют, то есть образуют первичный органический продукт. Благодаря энергии света, в результате процесса фотосинтеза, как раз в тех самых хлоропластах, есть вещество хлорофил, которое как раз, это вещество хлорофил, и участвует вот в образовании, значит, непосредственно получая фотоны света, преобразуя в энергию химических связей, образуются сложные химические компоненты. Но не только благодаря этому, еще благодаря воде, растворенной в воде микроэлементам, благодаря углероду и другим газам, и всей купе этих процессов. Так вот, где возникает вопрос, накапливается максимальное количество энергии и максимальное количество пищевых компонентов необходимых? Конечно, в первичных продуцентах, то есть в тех растениях, которые в своем теле, особенно в плодах, накопили эти питательные вещества. И вся экосистема, все животные на нашей планете, которые называются консументами в экологии, то есть потребителями, этой энергии, этих веществ химических, они стоят уже на втором звене. От первичной энергии. И больше получают энергии, и больше получают питательных веществ. Те животные, которые стоят, они называются консументами первого порядка. Ну, то есть те, кто поедают зеленые растения или плоды, они более энергичные, они более выносливые. Естественно, хищники же, которые являются консументами второго, третьего и так далее в экосистеме порядка, они уязвимы во многом. Да, они могут быть сильнее, но в каком плане? В мышечном? Нет, не всегда. Зубы, клыки, приспособления. До чего же они есть? И что они, так сказать, чем они выше по звену? Чем человек посчитал? Исходя из каких соображений? Только из одних. Потому что они могут убить, одержать победу, и значит, якобы у них превосходство, и значит, это какое-то некие эволюционное, ну, как бы это сказать, преимущество или скачок, или более высшее в плане эволюции развитие. Нет, это всего лишь утилизаторы. Это те животные, которые природа или боги, как хотите, создали для того, чтобы миллионы тонн гниющего мяса не создало эпидемии пизоотеи, благодаря которым могут вымирать целые группы животных. Только для этого. А что едят хищники? Они едят, как правило, сначала кишечник своей добычи, потому что там огромное количество ферментов, без которых они не смогут в полной мере переварить то съеденное мясо, ту переваренную траву, значит, чтобы достать вот эту первичную энергию. Это первым делом. А могут ли пробежаться хищники за травоядами, которыми они, так сказать, будут в погоню, если они сразу не поймают? Нет, они быстро устают, потому что у них нет такого количества энергии. И это вполне понятно, почему. Так вот, значит, поэтому вот этот принцип, что больше питательных веществ, как говорит Кэмпбелл, в растениях, чем в животной пище, а потому что эти тела накапливают в себе только часть того, что они получили от первичного источника. Они преобразовали их, но не для того, чтобы их кто-то съел. Они их преобразовали для построения своего тела, чтобы им жить. Помните еще раз очень важный момент, что любой белок, попадая к нам в организм, он должен разобраться до аминокислот, потому что в тонком кишечнике, как в идеале должно быть, именно аминокислоты разрозненно, они в составе цепочек белковых молекул сложных, должны проникнуть в кровь, поступить в печень, в каждую клетку ткани нашего организма, где уже идет процесс, будет идти биосинтеза белка. Мы же проходим в школе-институтах процесс биосинтеза белка. Мы понимаем, ну забыли, что ли, даже врачи меня это поражают, забыли, что белок все равно у нас синтезируется. Нам нужен полноценный белок, твердят как в мантру. Да хоть какой белок вы съешьте, он обязан разобраться до аминокислот. Зачем, спрашивается, нужен полноценный так называемый белок, который разобраться-то, как вы теперь уже поняли, до конца не сможет. И возникнет реакция антигена-антитела с образованием гнойных токсинов, трупного яда, которое будет отравить, отравливать наш организм, досиловать выделительные системы. При мутации геномные генные будут приводить, естественно, на клеточном уровне. Даже канцерваты, вот эти пузырьки с гноем, которые уже в клеточке будут накапливаться. Лимфатическая система уже не сможет нормально работать, выводить шлаки-токсины. Да как она сможет, когда все вот эти сосочки лимфатические, которые выходят в складки толстого кишечника, где выносится там половина, а то и две трети всех ядов, токсинов из организма из лимфатической системы, она вывестись-то не сможет, если там каловыми камнями все забито в результате вот этой дегитрированной пищи, на которой никогда воды не хватит, чтобы вывести. Да какая вода нужна? Не абы какая. Вода это не жидкость. Вода это не морс и чай, я уж про кофе не говорю. И потому что если между молекулами воды есть что-то, какое-то вещество растворено, вода уже, это уже не вода, это не растворитель, это раствор. Но только растворитель обладает теми уникальными возможностями вывести яды и токсины, каким-то образом связать, проникнуть, растворить в себе и вынести только вода. Никакой раствор не сможет. Напитки допустимы любые только в том аспекте, когда это определенный настой трав для конкретных целей и задач. Ну, когда уже проблемы со здоровьем определенные есть, и это дополнительные методы, безусловно, это да. Но для человека, как и для любого животного в природе, есть только одна жидкость, это вода. Когда будете пить кофе, будет 3,5 паш кофе, закислитель страшный, я уже не говорю про эти страшные канцерогены, которые образуются при жарке, обжаривании зерен. Образуются такие вещества в результате окисления жиров, там, гетроциклические, ну, вернее, извините, гидропероксид липида и прочие тяжелейшие мутагены, которые приводят к образованию любого типа рака. Ну, один из факторов онкообразования, естественно, это любые, так сказать, окисленные жиры, особенно окисленные холестерина и, естественно, белки. Так, это был третий важный принцип, который я прокомментировал из тех принципов профессора Кэмпбелла, которые он в заключении, ну, для общего круга читателей, кто, так сказать, не хочет углубляться в серьезную медицину, биологию, приводит. Теперь давайте, ну, вы поняли, что, в общем, чем звено от первичной энергии, от солнца, минералов земли, воды, дальше, тем ущербнее оно, тем меньше энергии получат животные, которые поедают другое животное, или, так сказать, и меньше получат питательных веществ. Теперь дальше. Да, там должны еще быть механизмы, которые выведут эти яды в огромных количествах, то есть короткая пищеварительная система, очень, так сказать, высокая концентрация соляной кислоты, не как у нас, а гораздо концентрация. Там десятки, сотни морфологических, анатомических, биохимических маркеров, которые нам явно говорят, это совсем другое. Ну, поймите, я вот последнее еще приведу, ну, для наших зрителей, не для вас, вы это знаете, но, тем не менее, вот даже возьмите ближайших, как бы, родственников, нам говорят, обезьяны, да, образ без янь, который, то есть, недоделанный человек, скажем так. Вернее, ну, вы знаете, может быть, кто читал, ну, кто читает, так сказать, литературу историческую или древнюю литературу, или, так сказать, что, в общем-то, наоборот, не человек от обезьяны, а обезьяна от человека произошла. Но это, ну, поэтому и называется она по-русски обезьяна, образ без янь, лишенной вот этого, так сказать, духовного высокого начала. В результате грехопадений древних цивилизаций, ну, и сейчас он в зоофилии существует, вы же понимаете, а тогда были такие периоды. Его очень описывает хорошо, вот, распад, растление Атлантиды, Верхушки. Ну, как это и Греция в свое время дошла, Римская империя для разврата, растления Верхушки. То же самое было. Но тогда еще была только не генная инженерия, тогда очень серьезно была развита возможностей селекционной, работа с эфирой, с другими материями, энергией. То есть передача, вот о чем профессор, академик Горяев сейчас говорит, а вот эта волновая генетика, передача информации, как вот этой голограммы, образа, понимаете, в начале было слово, что называется, да, образ. Это первая причина, которая может заменять, замещать и изменять уже физиологию. И раньше этим умели пользоваться, поэтому создавали других животных, другие растения. Не описывается, как, например, в Древней Атлантиде, например, бананы, вот, создали из того, из дикого плода, что было, там было много косточек, мало мякоти, вот на это ушло несколько столетий. И это есть на то труды, кому интересно, это может посмотреть там, да, Рейриха, посмотрите ссылки, на что он оперирует, когда говорит, изучая более древние знания. Так, хорошо. Ну, про это ладно, закончим. Теперь четвертый пункт. Внимание. Гены самые по себе не вызывают болезни. Они начинают функционировать лишь после активации. И питание играет ключевую роль в определении того, какие гены проявятся, хорошие или плохие. Вы знаете, геном человека, что такое? Это совокупность генов данного организма, да? А первичная, как мы знаем, все-таки информация, голограмм, образ. Это некая заложенная программа, которую можно в той или иной степени измерить. И давно уже было подсчитано, что человеку, по большому счету, если проанализировать, ну, порядка полутора миллиардов лет, не меньше, и, в общем-то, по большому счету, никакой эволюции не было. Что же касается генов, поскольку контроль все-таки осуществляется первичный, он идеальный, ведь если мы говорим по образу и подобию, программа-то идеальна изначально. И прав Кэмпбелл, когда говорит, что именно любят врачи и ученые, когда не разбираются в сути проблемы, сваливать все на генетику. Потому что так проще. Проще что? Невежество свое покрыть, так сказать, когда не понимают биохимии ничего и в биологии, да? И проще, так сказать, отправить человека подальше. Ну все, вот это мы не знаем, наука, мы только над этим работаем, геном, ген. Хотя ген там, я не знаю, не помню на сколько процентов, только один ген там всего-то изучили, и то там потратил колоссальные средства, ничего не знают про гены на самом деле. Хорошо? Гены, гены. А вот в экспериментальных вариантах, когда сотни, тысячи прошли эксперимент, было абсолютно доказано, что гены на самом, стоят в одном из последних мест, ну не при всех заболеваниях, но при большинстве тех, которые нам приписывают всегда отговорки, вот эти говорят врачи, что все гены. Так, далее. Ну вот, например, ну маленькую цитату, просто по этому поводу, чтобы дальше уже. Как мы выяснили в главе номер три, на гены, вызывающие рак, существенно влияет потребление белка. Ну помните тот самый эксперимент, один из первых, с которого Кэмпбелл начал менять свое представление о жизни, изучая честно, как порядочный ученый, не руководствует желаниями оправдать то, во что он верит, а, так сказать, беспристрастно понять причины, почему это происходит. Что, значит, насчет вот афлотоксина, яда, который вызывает рак печени, и потребление белка. И в той группе крыс, где белка практически не было животного в пище, животного я подчеркиваю, было практически ноль смертности от рака печени, не было у них рака печени, была регенерация печени, организм справлялся с этим страшным воздействием ядов афлотоксина и других канцерогенных ядов. А у тех, кто был, значит, такую же долю афлотоксина давали, но 20% было белка, уже 20, казинового, 100% была смертность от рака печени, 100%. То есть несколько критериев, которые вместе сходятся. Теперь, мы с коллегами по научной исследовательской группе обнаружили, что можно регулировать действия плохих генов вместо лишь корректирования, значит, то есть всего лишь корректирования количества животного белка в пище. И он, разумеется, описывает подробно как, что, вот, значит, изучение всех. Теперь пятый принцип. При помощи питания можно контролировать неблагоприятное воздействие вредных химических веществ. Ну, понятно, об этом мы, в принципе, косвенно касались, не буду комментировать. Шестой принцип. То же самое питание, которое подтверждает болезнь на ранних стадиях до постановки диагноза, может также остановить ее развитие или излечить на более поздних стадиях заболевания, после уже постановки диагноза. И совершенно правильно. Потому что, устранив главный фактор, из-за которого возникают нарушения обменные, нарушения метаболизма клетки, аномальные деления клеток, ну, то есть вот все то, что приводит к болезням, это болезнь организма, это в целом болеет. Первая причина – все вот эти мешочки с гноем. Откуда циститы, менингиты, это мешки с гноем. Почему в полостях образуются? Почему там, где лимфатические узлы? И почему? Очень просто. Ну, об этом я подробно говорю на моих лекциях, вот о системе пищеварения, там лимфа, вода, лимфа, почки. Вы, наверное, смотрели, кто еще не смотрел, в блоге у меня посмотрите. Я там подробнейше посистемно это все рассказываю. То есть совершенно к таким же принципам, выводам пришел Кэмпбелл. Питание, которое полезно в случае, это седьмой принцип, питание, которое полезно в случае одной хронической болезни, поможет в профилактике многих других заболеваний. Совершенно правильно. Организм наш мудрее, чем любой врач, чем любая комиссия, так сказать, ученых. В организме заложено природой быть здоровым. Потому что есть программа первичная, и физиология руководствуется этой программой. Если мы не добавляем такое количество факторов, физиологические, биохимические, которые уже, ну, никак не повернуть обратно. Потому что, ну, есть всегда предел. Всему есть предел. Так же, как сосуд человека в артериях, в основном, происходит именно в артериях. Белок излишний в крови, он уже не знает, куда организм вывести. Он его просто вбивает, так сказать, в мембрану, и в виде коллагена мембрана до десятикратно может утолщиться. За счет именно свободных белков. Я уж не говорю про, так сказать, когда уже с почками возникают проблемы. Мембраны забиты, повышают надпочечники давление. Обводные пути открывают почки, и во вторичную мочу уже идут белки. Уже идут, так сказать, эритроциты в анализах. Это уже все, так сказать. Это говорит о том, что с почками просто колоссальная проблема. Но еще впереди 3-4 года, может быть, у человека. Но это, так сказать, кто до себя до этого довел? Вареной пищей. Потому что, если еще вы помните, да, чайник вскипели. Простой пример, вскипятили чайник. Осадок образовался, ну, если вода не дистиллированная, да. Вопрос, почему? Минералы в осадок выпали. А что значит выпали в осадок? Это что, просто красивая фраза или ничего не значащая фраза? Нет, она очень многое значит. Это значит, что минералы были в водорастворенной форме, они перешли, они изменили структуру. И эти минералы уже неорганические, не могут быть усвоены человеческим организмом. Они будут откладываться. Они будут мембраны любых фильтров забивать, почек, печени. Забиваются мембраны, давление повышается, оттуда гипертония. Сетце работает с нагрузкой, конечно. А почки должны, так сказать, через них пройти объем воды, мочи, чтобы отфильтроваться. Это обязательно. Что для этого будут сделать надпочечники? Благодаря гуморальной регуляции выделяют гормоны, выделяют... В общем, повышается давление, сердце работает с нагрузкой. Это, знаете, как вот, если сравнить фильтр, который уже забился, из крана вода течет чуть-чуть. Мы можем заменить фильтр, но почки не заменим. Мы можем заменить фильтр, и тогда вода опять быстро пойдет при том же давлении. А можем по-другому поступить. Увеличить давление, насос высокого давления или скважины, там, насос, поставить флюид-контролем, зарегулировать большее давление, включение-выключение, и опять вода пойдет побольше, так сказать, чуть-чуть, да, будет напор. Но это выход. Конечно, это не выход, это временная мера. Организм тоже временно может справляться с этим. И вроде живут так, ни шатка, ни валка, как, так сказать, ну, живут. Ну, так что же, живут миллионы людей больных. Ну, это разве нормально? Да, вот и пишет об этом Кэмпбелл тоже, что это в норму вошло, что болезни как норма, ну, разве это нормально? Так, значит, хорошее питание, восьмой принцип, способствует здоровью в разных областях нашего существования. Все взаимосвязано. Совершенно верно. Значит, прием пищи, пишет Кэмпбелл, возможно, самым тесным имеет контакт с окружающей средой. Значит, важна физическая также активность, эмоциональная, умственное здоровье, комфортная окружающая среда. То есть целостные факторы, ну, о чем я тоже всегда, разумеется, и говорю. Так, теперь давайте я скажу, а сколько у нас еще времени есть? Вот, кстати, может быть, если мне меньше часа... Так, все понял, все понял. Давайте тогда так. Ну, про исследования, про огромного количества вот этих медсестер в Америке я говорить не буду. Я касался его вкратце. Это интересная тема. Какие выводы сделать из этого, так сказать, можно? Вот давайте я еще скажу из главы наука. Называется «Наука, продвигаемая промышленностью». То есть, по большому счету, вы знаете, он сделал абсолютно адекватные выводы о том, что современная наука в целом, академическая современная наука, она всего лишь отражает неистину, она не направлена на защиту здоровья населения в тех или иных странах, она направлена на поддержание интересов промышленности и корпораций в сфере. В фармацептике, в плане молочной и мясной индустрии, многомиллиардной, триллионной обороты. Вот на это да. И он здесь очень многое пишет. Интересно, я лишь зачитаю маленький, так сказать, отрывок. Но промышленность не просто занимается мониторингом, в кавычках, опасных научных проектов. Тревогу вызывает тот факт, что этим занимаются представители академической науки, скрывая свои истинные намерения. Ни детей, ни родителей не учат тому, что потребление молока может привести к сахарному диабету первого типа, раку простаты, остеопорозу, рассеянному склерозу и другим автоиммунным. И что экспериментальные заболеваниями? Что экспериментальные исследования свидетельствуют о способности кризина вызывать рак? Естественно. Повышать уровень холестерина в крови. То есть не сам холестерин больше опасен. Это очень важный аспект, о чем действительно... А именно нарушение работы печени, который... Печень-то синтезирует холестерин. Ну какие проблемы? Что мы, ущербные существа? У коровы, вон, почему-то холестерин есть. У какой-нибудь лани, у панды, пожалуйста. В организме он необходим. Но он синтезируется, потому что работает нормально все системы организма. Если животное живет так, как отведено природой, ест пищу адекватную, то есть живую, где живая клетка сохранила свою ДНК, ведь плюс 70 градусов ДНК плавится, белки, первичные структуры белка разрушаются при плюс 70 и выше. А как в биологии называется такая донатурация белка? Полный и необратимый? Ну что дальше? Шизофрения, что ли, у людей возникает, у медиков? О чем дальше можно говорить, если полная и необратимая донатурация белка? Они что, голую теорию учили? Они не понимают, что они книгу жизни смотрят? Они что, думают, это не как на их личной жизни? Так и думают, что нет. Я вам в первой половине нашей встречи это зачитывал, этот абсурд. В плену иллюзий мы живем. Вот как Углов наш великий русский хирург и писатель, ученый, и гражданин очень хорошо написал книгу «Плену иллюзий относительно алкоголя», что люди находятся в плену этих иллюзий, поэтому не видят через фужер с этим шампанским, как страна в руинах уже лежит, как народ уничтожают алкогольным пойлом проклятым. То же самое и в иллюзии живет человек, который убежден, что мясо это нужно. А вы поняли, что 200 лет назад такого убеждения не было, что это в середине 19 века придумал один ученый. Потом на знамена покодняли это те ученые, разумеется, которые любили бюштекс, и просто им так легче было отстоять, ну как бы это сказать, свои психологические сомнения. Понимаете, легче совесть всегда заглушить свою, чем, так сказать, докопаться до истины и быть непредвзятым, честным. Они же не, ну как не можно не видеть, было про миллионы, а тогда две трети населения в 19 веке были веганами, вегетарианцами, сыроедами. Посмотрите, сколько у нас дореволюционных книг было о сыроедении, еще до 30-х годов. Так сказать, это начинает древней Греции, и, пожалуйста, до современных... Вы знаете, я вот еще раз скажу про письмо. Очень интересное письмо мне прислала одна женщина. Она говорит, Юрий Андреевич, там, благодарю, значит, вот, что вы эту тему глубоко освещаете. Я из староверов, из староверов. У меня есть фотографии моего прапрадедушки. Он родился в 1840 году, умер в 1957, ну, то есть, когда уже спутник в космос запустили, на 118 году. Бабушка, прапрабабушка, также примерно прожила. Всех, говорит, моих родственников воспитывали прабабушки. Никогда никто не потреблял мясо. В Сибири жили. Никогда никто не потреблял мясо. Почти вообще не ели, очень мало. Ведь в голодные годы, вот, в войну, например, картошку эту сырую, там не было болезней, там вообще не было этих проблем никаких. Ну, если потреблять донатурированную пищу, где убиты витамины почти все, ну, есть некоторые термо-неразрушаемые, но большинство-то, витамин С, например, полностью температура разрушается. Если потреблять белки свернутые, донатурированные, где жизни уже нет, ферменты разрушаются вообще 43-45 градусов, о чем можно говорить? Да, резервы организма огромны. Да, есть патогенная микрофлора, которая, все-таки, несмотря, что она патогенная, она отчасти нас спасает, потому что не дают умирать сразу. И все-таки в процессе ее жизнедеятельности есть части питательных веществ, которые синтезируются. А если бы мы на полную катушку наш потенциал бы использовали, если бы нашу кишечную, симбиотическую микрофлору мы восстановили, мы очистили организм, если бы перешли бы адекватно, конечно, перешли на правильное, живое питание. Ведь все природе животные питаются согласно программе, согласно их виду. И только человек все полезно, что в рот полезло. Да еще варит, жарит, и, так сказать, все подряд намешивает. Ну, по пищеварению в своих лекциях я подробнейшим образом, это вот особенно касается зрителей, кто еще смотрит эту лекцию случайно, первую. У него много вопросов будет, я понимаю. Поэтому я сразу этих людей отсылаю куда? К своим лекциям вводным в тему адекватного человеческого питания, где, просмотрев эти лекции, любую из них, вы поймете все причинно-следственные связи и поймете, почему все мы прокатились через эту матрицу стереотипов, когда вышли уже сформированными взрослыми людьми, со школьной, с камней, с институтской, когда мы воспринимаем вот эти постулаты не потому, что они истинны, а потому, что мы их не можем представить как невозможными, мы не можем подвергать их даже сомнению, и это беда наша, потому что по этому пути шла наука последние 150 лет, и она привела к тому порочному, так сказать, кругу, эффекту, который мы видим. Миллиарды людей, все больные и так далее. И единицы, которые через эту блокаду прорываются, их не слышат даже ученых вот таких. Хотя абсолютные доказательства научные были давным-давно известны. Да что там говорить? Всем нашим предкам это было давно известно. И когда нам говорят про то, что молоко пили всегда, я сразу хочу сказать, слушайте, ну хватит. Ну что значит всегда? Ну что значит пили? Если ваша еще бабушка, например, в 30-е годы сроковые пила, это не вся история нашей страны, я вам хочу, дорогие друзья, сказать. Ну почитайте еще за 50 лет до того. Например, я все время привожу, в пример, Каненкова, великого скульптора нашего. Он же описывает свои автобиографические книги. Может каждый взять и прочесть, что, так сказать, истинную правду я говорю. Он описывает черным по белому. Мы жили достаточно богато, у нас были коровы, но мы даже дети молоко не пили никогда. Почему? Дядя сдавал все молоко и деньги зарабатывал куда? А дальше мы смотрим с вами книги по строительству. Хорошо, благо я этим тоже занимаюсь очень серьезно, профессионально. И книги дореволюционные, книги еще начала века прошлого. Написано, что куда миллионами пудов шло молоко и творог? Оно шло куда? На побелку, вместе с гашеной известью алибастра. Делали прекрасные смеси, добавляя определенные ингредиенты. Балки деревянные не горели. Вот эти все усадьбы дворянские белые, такие глянцевые стены. Вот это все. Это все казино. Ведь казино это клей. Это прекрасный столярный клей. И, соответственно, что происходит с печенью потом? Ну, кстати, как отваренных крахмалов. Клинки просто забиваются, лишаются возможности обменным процессом. Они отмирают, образуются фиброзные ткани, рубцы. Значит, растет давление. Вот вам, пожалуйста, проблемы с нижными полыми венами. Вот вам, пожалуйста, так сказать, сердечно-сосудистые проблемы в плане варикозного расширения вен, застоя крови, циркуляции нижних конечностей, микроциркуляции крови в капиллярах, холод в ногах. Вот вам, пожалуйста, геморрой. Вот вам куча других проблем, только лишь связанных с уменьшением количества пропускной способности крови печенью. А печень-то это уникальная железа, более 500 функций несет в себе. Она должна синтезировать, какое количество витаминов, гормонов, перераспределять химические вещества. А это уже не происходит. Значит, общий сбой гормональной системы организма. Значит, и так далее, и так далее. Вот. Так. Значит, ну, вот давайте, я так и назвал даже себе записку, большая медицина, что они творят. А Кэмпбелл назвал большая медицина, чье здоровье она защищает. Да, чье здоровье она защищает. Когда в последний раз врач делал вам рекомендации по правильному питанию, спрашивает Кэмпбелл. Возможно, вы с таким никогда не сталкивались. Ну, врач, как всегда, назначит просто по своим, даже не понимая, о чем он говорит. Ну, я вот, просто самый простой пример. А железная дефицитная анемия, низкое содержание железа, врач говорит, надо есть, так сказать, печень и вот таблетки, может, какие-нибудь пропишет там. Такого врача надо увольнять сразу. Он вообще ничего в медицине не понимает. Потому что этот врач был обязан первым делом послать, куда человека проверяться на паразитов. На ту же аскориду и много других, так сказать. Так, теперь дальше. Безусловно, анкилостома, таксокара, лямблии, так сказать, все. Ну, лямблии это не паразиты, это простейшие, но, так сказать, паразитические простейшие. Дальше. Возможно, вы с таким не сталкивались. При этом подавляющее большинство людей становятся жертвой одних из хронических болезней богатых, рассмотренных в первых главах. И как вы могли убедиться, огромное количество опубликованных исследований, свидетельствуют о том, что эти болезни вызывают в результате неправильного питания, а не генетической предрасположенности или невезения. Так легко себя обмануть, как страус голову в песок, и, так сказать, ничего вроде, так сказать, нет. Стукнет, стукнет по голове, стукнет, рано или поздно. Почему же медицина не принимает серьезные проблемы питания? Ответить на этот вопрос можно четырьмя словами. Деньги, самомнение, власть и контроль. Удобные места для толстых задниц, извините за такую грубость, нагретые. Как кто же захочет насмарку, на помойку выкидывать свои мемуары, так сказать, труды, признать, что эти звания были незаслуженно получены за переведение, так сказать, денег за счет, так сказать, государства и налогоплательщиков, за счет народа на удовлетворение своих личных амбиций, либо ошибок. И, конечно, деньги. Было бы несправедливо распространять эти обобщения на всех врачей, конечно, но можно уверенно утверждать, что эта система, в которой они работают и которая несет ответственность за укрепление здоровья населения, не выполняет возложенную на нее задачу. Никто не знает об этом лучше, чем меньшинство врачей, использующих в лечении правильное питание. Двое таких выдающихся врачей на протяжении многих лет, как в публичных профессиональных выступлениях, так и в приватных беседах с пациентами, подчеркивают важность взаимосвязи питания и здоровья. Ну, он дальше приводит, я, конечно, сейчас это не буду говорить, такой даже есть раздел, доктор Капуста, его так это презрительно прозвали коллеги, так сказать, мясоеда, одного врача, который, они-то ничего не могли добиться, их пациенты как мерли, как мухи, так и умирают, а он спасал людей простым изменением питания, образа жизни, ну, там, конечно, дополнительными методиками, да, естественно. Ну, и вот тут дальше он описывает, а вот, кстати, очень интересно, есть такой был доктор, как раз один из них это Эсель Стин, больше всех преуспел в лечении сердечно-сосудистых заболеваний при помощи питания, и у него имелось огромное научное дание, подтверждающее его правоту. Вместо того, чтобы признать его героем, а там описывалось действительно, ну, просто, ну, разница колоссальная, да, некоторые представители медицинских кругов предпочли бы, чтобы он исчез и за спиной называли его доктор Капуста, ну, и так далее. Так, значит, теперь, второе, как бы, недостаток знаний. Безусловно, они ничего не знают в плену иллюзии, о чем я говорил. Молочная промышленность финансирует, например, исследования в области питания в медицинских вузах и спонсирует престижные премии, ну, чего вы хотите. Это показывает, что промышленность готова действовать в своих корыстных целях, как только представляется возможностью. Не стоит думать, что ваш врач знает больше о питании и о его влиянии на здоровье, чем соседи или коллеги. Конечно, нет. Это же заблуждение, те же самые. Порой поражаешься, что говорит простой обычный человек, что академик одни и те же глупости, как будто школьник неучен. Сейчас врачи, не имеющие достаточной подготовки в области питания, прописывают молоко и питательные коктейли на столе сахара диабетиком с избыточным весом, диабетиком с высоким содержанием мяса и жиров пациентам, стремящихся сбросить вес, и дополнительное молоко тем, кто страдает остеопорозом. Это просто... Я напоминаю, кто не помнит, из вас или не знает, скажу, что самый высокий процент остеопороза среди народов планеты в тех странах, где развито молочное животноводство. Дания, Швеция, исторически, где развит самый высокий процент остеопороза. И удивительного здесь ничего нет. Вы же поняли теперь, что количество кальция, которое содержится в молоке, автоматически уйдет на реакцию нейтрализации окислительного воздействия белка казеина в организме, а еще три четверти примерно не хватит щелочных металлов, которые будут браться откуда, дай бог, из-за вашего питания. А если их там нету? Один день нет, другой третий. Раньше еще ели салаты, а сейчас уж нет. Например, ну, примитивно говорю. Так будут из костей браться из организма. Так, значит, и дальше он пишет. Прописывают DC-диету с высоким содержанием мяса животным. Да, значит так. Вред здоровью из-за невежества врачей в вопросах питания ошеломляет. Дальше он описывает про еще одного доктора, очень интересного, но не будем сейчас говорить. А, кстати, ну, давайте скажу два слова. МакДугал такой, значит, Джон МакДугал выступает за счет питания цельными растительными продуктами дольше, чем любой другой известный мне практикующий врач. Он написал 10 книг, которые разошлись полумиллионными тиражами. Он обладает феноменальными знаниями в области питания и здоровья, повышающими знания врачей, превышающими знания врачей, с которыми когда-либо сталкивался я, и моих коллег в академической среде, специализирующихся на вопросах питания. Для него обычное дело проводить пару часов в день в интернете за просмотром самых важных научных статей, журналов. То есть каждый день человек, как говорится, изучает, держит руку на пульсе событий, анализирует, то есть аналитик хороший. В детстве он питался жирной пищей, 18 лет мясной, и 18 лет пережил инфаркт миокарда. Выздоровев и начав по-новому ценить жизнь, он стал отличником, переехал на Гавайи, в общем, описывает, как все, что произошло. И его пациенты, когда он уже стал в клинике местной лечить людей, со здоровьем у него возникали в результате хронических заболеваний, приходили с такими заболеваниями люди, с обычным питанием, как ожирение, сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистый, артрим, ну, все, так сказать, болезни богатых, так называемые, болезни западной цивилизации. Джон лечил их, как его учили, используя стандартные комбинации таблеток и процедур, но очень немногие выздоравливали. Ну, и то временно, понятно, что может быть улучшение, но я не знаю, что человек выздоровел. Хронические болезни не исчезали. И Джон быстро понял, что он, как врач, серьезно ограничен возможностями. Дальше этот врач пошел на курсы повышения квалификации. Стал изучать биохимию. Значит, дальше он уже, значит, соответственно, ну, не буду это описывать, все, очень интересно, конечно, советую потом прочесть. В результате он стал лечить людей, еще как лечить. Но дальше он в клинику Святой Елены, где, по-моему, в Баптистке, так сказать, были. Там, а там легче. Там дело в том, что они вегетарианцы многие. Но, правда, они потребляли молоко. И вот он там тоже описывает дальше. И его опыт колоссален. То есть тоже огромные исследования производились. Ну, и это стоит изучить, если будет на то интерес. Ну, или кому-то дать, так сказать, почитать. Так, теперь давайте так. Я хотел напоследок, но я боюсь, я вот не знаю, про витамин D. Давайте я начну. Это интересная тема на самом деле. Давайте попробуем. Там уже, если попробую, быстренько сказать. Итак, давайте. Сжато. Хотя некоторая часть, присутствующая в нашем организме витамина D, может поступать в пищу. И мы обычно получаем все необходимое количество витамина D, проводя несколько часов в течение недели на солнце. Именно способность нашего организма вырабатывать витамин D наводит на мысль, что это не витамин, а гормон. Вещество, которое производится в одной части организма, а функционирует в другой. Ультрафиолет в составе солнечных лучей стимулирует вырубку витамина D из химического вещества предшественника, который содержится в нашей коже. Накопившись, то есть, значит, напитавшись солнечным светом, мы получаем все необходимое нам количество витамина D. Разумеется, можно получить его синтетическим путем, но правда, это все-таки только в жидком виде, в идеале, так сказать. Там есть препараты, которые в таблетках, это, как правило, не получишь, но тут в другом смысле. Витамин D вырабатывается в коже, а затем перемещается в печень, где под воздействием ферментов трансформируется в метаболит витамина D. Главная функция этого метаболита заключается в накоплении в организмах запасов этого витамина D, которые, запасы этого витамина D, впоследствии преобразуются в витамин D, при этом находясь в основном в печени, но в основном, но еще в жире тоже, в жире телесном, при необходимости некоторая часть этих запасов, а залетно накопленных запасов, в принципе, до весны хватает. Если человек, конечно, проводил достаточное количество времени на солнце, но помните, слишком много тоже нельзя, то есть тут мера должна быть. А мера очень проста. Вот первое покраснение, конкретно для вас, вот витамина D раза в три до этого покраснения времени будет достаточно, чтобы накопилось его в норме. Итак, некоторая часть этих запасов перемещается в почки. Как все это перемещается? Благодаря жидкой соединительной крови, это я уже отцелил, жидкой соединительной ткани, извините, крови. Потому что кровь не только переносит кислород, питательные вещества, но и вот именно, что питательные вещества все, то есть участвуют в метаболизме всего организма. Теперь, почки, где под воздействием другого фермента преобразуется как раз в сверхмощный метаболит, который называется 1,25D, его маркировка. Главное в этом процессе скорость, с которой витамин D в форме запасов преобразуется в этот сверхмощный витамин D. Метаболит 1,25D выполняет большую часть важных функций витамина D в нашем организме. Активность этого сверхмощного витамина приблизительно в тысячу раз выше, чем у витамина D в форме запасов. Вы представьте, врачи же нам просто говорят, вот какой-то непонятный витамин D, и сразу там про печень говорят. Но у животного в печени откуда вот этот запас образовался витамина D? А вы помните, про что говорил до этого Кэмпбелл, про что я говорю всегда? Что чем больше животных другого будет потреблять человек, тем механизм вот этого преобразования в печени, из печени вот этот запас, который выйдет, и механизм, который контролирует выход, и изменение витамина D уже в почках нарушится, и его будет в дефиците. Итак, 1,25D сохраняется лишь в течение 6-8 часов после выработки. Для сравнения, витамин D в виде запасов сохраняется на протяжении 20 и более дней. Это иллюстрирует важный принцип таких систем. Чем выше активность, тем короче срок действия. Теперь, взаимосвязь между витамином D в форме запасов сверхмощной витамины D можно сравнить с цистерной природного газа, как закрытый у вас во дворе. То есть, так сказать, мы используем лишь небольшое количество, когда газ горит, это видим, но есть цистерна, пока она есть, пока она есть, так сказать. Витамин D выполняет одну из самых важных функций, контролируя развитие широкого спектра серьезных заболеваний. Преимущественным путем его преобразования сверхмощной вот этот самый витамин D, 1,25. Проще говоря, запасы подавляют процесс превращения здоровых тканей в больные. Ну, дальше он объясняет, там уже идет подробное, что не про недостаток, про, так сказать, контроль, про более серьезные химические процессы. Это, так сказать, ну и дает ссылки, чтобы человек мог изучить это самостоятельно, ну и, конечно, для специалистов. Теперь, значит, еще, вот это очень важный тоже момент, я должен его акцентировать. Еще один важный фактор, влияющий на этот процесс, это кальций. Кальций в нашей крови имеет ключевое значение для оптимального функционирования мышц и нервов. Кстати, у кого вот мышцы, спазмы мышц икроведренных вот ночью, особенно вечером, это тоже в том числе нехватка может быть, как одна из причин кальция. Так, и его количество должно поддерживаться в узком диапазоне. В узком витамин 1,25D поддерживает необходимый показатель этого диапазона путем мониторинга и регулирования количества кальция, который поглощается из крови, переваривается в кишечнике, выделяется с мочерикалом и обменивается с костной тканью, которая служит главным источником кальция в организме. Например, если уровень кальция в крови слишком высок, активность витамина 1,25D снижается, меньше кальция поглощается и больше выделяется. Очень интересные взаимосвязи. Вот чем молодец Кэмпбелл еще? Тем, что он глубоко анализирует причины следственной связи, о чем всегда я говорил, с чем я пытаюсь, так сказать, бороться с глупостью в науке, в медицине, что никогда в рамках узких, ну таких вот циркуляров, не впихнуть всю сложность в природные взаимоотношения. Но главное, одно понятие, никогда не добьешься долгосрочного желаемого результата, если человек, главное, что он должен будет в себе менять, а именно он повернется к природе спиной, а не лицом. Когда он начнет говорить, ты природа дура, ты для меня, для человека со своего стола не сделала полноценной пищи, для всех сделала, а для меня нет. Но вот это, конечно, страшное дело. И поэтому наша задача, главное, понять, в чем суть и принцип. Теперь, давайте, может быть, как здесь... А, ну вот единственное, что я еще хотел сказать... Так. Ну да, ну тут про Аткинса как раз. Ну ладно, я уже, в принципе, говорил про эти диеты, про монастырскую, белковые диеты. Почему же людям действительно от сахарного обеда второго типа помогают, хотя люди потом... А, кстати, а Кэмпбелл брал и анализировал пациентов. Аткинса. Я очень прошу, если можно, кто-то детей угомоните чуть-чуть, ведь невозможно надрываться вот так вот три часа, и к тому же любая мысль сбивается. Пожалуйста, если можно, кто-то вот... Давайте сделаем вот как. Сейчас времени осталось мало, потому что я... Мое выступление из-за ограничения по времени должны выступать другие люди. Подходит к концу, и я... Если у кого-то есть вопросы, давайте я отвечу тогда на них. Пожалуйста, только подходит. Если там нет микрофона, там нет микрофона. Тогда, пожалуйста, поближе подойдите, потому что я не услышу ничего. Скажите, пожалуйста, мне очень интересует вопрос питания беременцев. Вопрос был про питание беременной женщины. Это очень важный вопрос, потому что это вопрос вообще даже не лично человека, лично семьи. Вообще, по-хорошему, это вопрос общества. Потому что, так сказать, здоровое поколение важно не только для родителей, детей. Это очень важно. Но поскольку пока политическая и прочая ситуация в мире не та, но давайте, скажем, говорить для себя. Значит так. Подготовка матери к беременности – это вообще очень важная задача. Предварительно нужно сдать биохимические анализы крови, обследоваться на паразитов. Сначала биорезонансная методика будет неплохая. Или по методу Фоли, или методу вегетарезонансной диагностики. Но она абсолютно не точная. То есть она не абсолютно точная. Поэтому надо то, что найдут на этой диагностике, переобследовать на иммуноферментный анализ крови. На антитела к антигенам тех паразитов, вирусов, грибков, которые найдут. Потому что, понимаете, если, например, есть там уриоплазмы, есть какие-то, так сказать, например, там, вирусы цитомигалоза. То есть, короче говоря, есть факторы, которые будут при равных прочих дополнительно сказываться в негативную сторону, если у человека есть одно, другое, третий, пятый, десятый. А теперь, какая функция у матери? Дать питательные вещества ребенку. И организм любой ценой даст эти питательные вещества. Ущерб даже здоровью матери, естественно. Кальций ребенку пойдет. У организма, у матери будет разрушаться что угодно, зубы, кости. Но организму ребенку пойдет. Поэтому в этом случае, во-первых, посмотреть, чего не хватает. Ликвидировать проблемы серьезные, такие, как, например, наличие паразита, вирусов. То есть, напитать свой организм. То есть, если вы хотите перейти на адекватное питание, на сыроедение, то лучше переходить, конечно, заранее, но за полгода, чтобы метаболические процессы все пришли в норму. Чтобы восстановить работу кишечной микрофлоры. Чтобы на сыроедении вы, если вы хотите перейти, не тащали, не худели, не было у вас усталости, когда, наоборот, подъем сил должен быть и энергии. Вот если вы добились этого результата, часть людей добивается сразу и быстро, а часть нет. Кто не добивается, есть на то всегда определенные объективные причины. Их просто надо искать. И, как правило, они всегда на поверхности. Так же, как с железом, так же, как вот то, что я приводил пример. Просто надо их видеть. Все просто на самом деле. Поэтому вторая задача – очистить организм, напитать его, перевести его на другой биологический режим. И тогда проблем не будет. Но все-таки ребенок растет, развивается, количество минералов, витаминов должно быть больше. И поэтому здесь нужно просто… Действительно, я не люблю слово «балансировать», но можно так назвать. Питание каким образом? Посмотрите, чтобы были все необходимые минералы. То есть, вводите дополнительно в питание проростки кунжута. В нем, кстати, кальция больше, чем в молоке раз в пять. Ну, если уж так. Только этот кальций усвоится и не даст реакцию. Потому что белки те простые. Белки, тем более, если он пророщенный, там полипептидные цепочки, там вообще аминокислоты. Это переварится на 100% любая растительная белка, кроме высокомолекулярных белков, сои и так далее. Если только не проростки, а в зернах. Там тоже сложно все. Но любые низкомолекулярные белки разберутся до аминокислот. Не будет реакции антигенокислоты. У вас идет это только в плюс, вам пойдут эти белки. Настроение вашего плода, ткани, на обмен ваших обменных процессов пойдет. Но, помимо этого, в проростках содержится огромное количество витаминов. Там уже меньше сложных углеводов, меньше крахмалов, чем в зернышке непророщенном. Но больше простых углеводов. Помните о том, что фруктоза, но только живая растительная, содержащаяся в растительных компонентах, полезнее глюкозы всегда. Потому что для ее усвоения не нужен гормон инсулин. Вот почему больные с сахарным диабетом, например, люди, да, кто болен, они знают, что сироп топинамбура, или там клубни топинамбура, или батата, можно есть. И проблем даже от сиропа концентрированного у них не будет. Потому что для фруктозы, а дело в том, что инулин, инулин, это полисахарид. Вот крахмал, это полисахарид, который содержится, то есть из огромного количества молекул глюкозы. А инулин, это крахмал, который состоит из огромного количества молекул фруктозы. И поэтому для его усвоения, для того, чтобы фруктоза дошла в клеточку нашего организма, ей проводник инсулин не нужен. Ну, то есть это, смотрите, чтобы была здоровая поджелудочная железа, чтобы не было низкого содержания, ну, критериев, по которым можно судить, что что-то в организме не в порядке. Если не в порядке, надо сначала это. Но уж если вы беременны, тогда, безусловно, беременная мама может проводить системой голодания, но небольшие, 2-3 дня, не больше. Очищение организма, о которых я говорю часто, либо огоняна, тоже допустимы и прекрасны. Но сложные, долгие процедуры, по методу Морица, это я не советую в этот период, особенно на последних стадиях беременности. Еще, если мать родила кормит уже ребенка грудью, то, ну, если все в порядке, дай бог. Но в этот период вообще голодать нельзя. При голодании, я уже говорил, запускаются природные механизмы очищения организма. У него как бы руки доходят до этого. И из клеток, межклеточного пространства выходят шлаки токсинов в таких количествах, что выделительная система, печень, почки, переработка не справляется. И организм может испытывать огромные серьезные кризы и проблемы, и это чревато. Поэтому, а это пойдет в молоко. И, конечно, лимфатические крупные узлы прямо рядом с молочными железами, ребенок высасает, туда за счет разницы осмоса, так сказать, просто выделяются. Ну, фактически ребенок может пить гной, если вот у женщины, так сказать, ну, понимаете, еще раз вот приведу известный факт, что женщины, родившие трех детей, четырех и больше, как правило, в десятки и сотни раз меньше по статистике у них рак молочных желез. Потому что просто дети спасают их, они высасывают гной, который в нижних долях легких у каждого человека накопился, в лимфатических крупных узлах грудных и так далее. Вот, это при равных прочих. Поэтому, чтобы ребенка этим не травить, очищайте свой организм до. Ну, а если уже кормите, бывает такое, что, так сказать, ну, ребенок постоянно болеет и все факторы устраняю, видно, в состав молока анализ дать, что там содержится, так сказать, много токсинов. И, естественно, тогда, ну, только в этих случаях надо, ну, приходится менять молоко. Самый лучший продукт для грудного ребенка – грудное материнское молоко. Ну, почему-то люди, да, вот меня это поражает, сравнивают молоко материнское, которое в этот период онтогенеза для любого млекопитающего животного, для детеныша, естественно и необходимо. Потому что с молоком каждое животное, мать, каждого животного передает свою программу, информацию, которая, ну, просто информацию на основании, как вот эту матрицу, голограмму, когда формируется гормональная система организма, когда перестраиваются обменные процессы, питает организм, иммунную систему, значит, как бы заряжает, то есть ее активизирует иммунную систему. Но у каждого организма, через каждое молоко своя программа идет, свой химический состав, для теленка свое телячье молоко. Там, например, фермент ренин, который вырабатывается в желудке телят, который, кстати, дополнительно, помимо фермента аппепсина, необходим, чтобы расщепился молочный белок козеин. Так вот, у теленка свой ренин, а у козленка свой ренин вырабатывается в желудках. И перестает вырабатываться этот фермент ренин в желудках телят, когда мать перестает кормить молоком. Там нужно много белка теленку, чтобы он моментально вскочил, побежал и быстро рост набирал массу. А нам нужны совершенно другие компоненты жиры, но жиры какие в материнском молоке? Совсем иные, нежели мы едим, потребляя трупы животных, вырезая. Тем более, это жиры, это не окисленные, а это большая разница. Мы со стем молоко, мы с кислородом не соприкасаемся. У нас жиры не окисленные в организм попадают, а молоко, первые струйки в бидон льются, уже жиры окисляются, уже гидропероксид железа, молекулы образуются, тяжелейшие канцерогены, свободные радикалы. И мне тут, да, написали, что уже, наверное, все, да? Да. А вот если после 3-4 месяцев кончился менструальный цикл, это что значит на сыроедение после перехода на сыроедение? Ну, говорят, вот сейчас вопрос задали про менструальный цикл, и у некоторых прекращается при переходе на сыроедение. Во-первых, конечно, далеко не у всех. Во-вторых, причин тут несколько. И я вам, знаете, что советую, поскольку сейчас есть очень ограниченное по времени, да, уже все, а я еще очень хорошо по этому поводу подробно ответил именно специалист по данной области, Михаил Владимирович Советов, который врач. Он, подробно изучая эту тему, являясь врачом нескольких специальностей, гинекологом и урологом, он прекрасно ответил на эти вопросы. То есть, на самом деле, я так скажу, вы не бойтесь, сделайте просто анализ общей биохинии, посмотрите, нет ли таких критериев, по которым можно говорить, что причина может быть в ином. Посмотрите, обследуйтесь на паразитов, но это, как правило, процесс овуляции, процесс менструации, они друг с другом не связаны напрямую. Поэтому у вас может овуляция производиться, как и была, а менструации не быть, но как потери, так сказать, ведь через нее не только происходит удаление неоплутворенных клеток, но еще и очистка организма у женщины, дополнительная очистка таким образом предусмотрена. Кто знает, возможно, у вас на это нету сейчас надобности у организма, он посчитал, что это не необходимо, а, так сказать, есть дефицит определенных питательных веществах, и все-таки он старается экономить, и поэтому нет. То есть, посмотрите его подробнее, то, что он объяснил. Теперь, советов, Михаил Советов, Михаил Владимирович Сырьев. Ну, полезно ли масло льняное, оливковое и кукурузное? Значит, кукурузное на кислороде на воздухе окисляется во много раз быстрее, чем льняное. В льняном масле соотношение омега-3 к омега-6 жирных кислот выше. На Руси всегда использовали кукурузное. Льняное масло, масло, значит, конопляное, самое полезное льняное, кунжутное. Ну, а помните, что льняное масло не должно быть горьким. Оно уже окислое, если оно горькое. Его надо отжать, держать в стекле, чтобы воздуха вообще в нем не было. И держать в холоде, в холодильнике. Так, ну, температура является катализатором. Говорят, масло нельзя держать в холодильнике. Ну, какой это, извините, идиот сказал. Ну, всем известно с химией, с примитивной школьной скамьи, что катализатором является, например, железо, медь, там, в химических реакциях. Температура, всегда температура. Чем выше температура, быстрее химическая реакция идет. Ну, если она ниже, медленнее идет, ну, конечно, медленнее. Ну, о чем тут думать? Нельзя масло в холодильнике держать. Ну, что это за глупость? Вот. А кукурузное масло, оно не полезное. Масло макадами полезное. И, кстати, кокосовое. Вот мы сегодня тоже привезли уникальный вот этот органический, вы знаете, у нас тут ярмарка, и я занимаюсь еще биопродуктами питания. Вот это уникальное кокосовое масло, которое производится одной фирмой в Таиланде. В Таиланде много фирм производят, но эта фирма, это, там, один из учредителей, король Таиланда. Это человек, которому сколько сейчас, лет 90 или больше. Он помешан на биопродуктах, он заботится о нации своей, он открывает огромное количество биомагазинов. Молодец, просто молодец. Кстати, народ его любит, на майках носит портрет, не дай бог слово плохое скажешь, а короли Таиланда там просто убить могут за это. Ну, я утрирую. Так вот, но побить точно. Я вам что хочу сказать. Оно минимум, меньше всего подвержено окислению. Даже кто жарит на кокосовом масле, дорогие элитные рестораны знают, нет вот этой вони по, распространяющейся такой, по, ну, квартире, когда жарят на кокосовом масле. А что такое вони? Вы знаете, это свободные радикалы, ой, извините, это свободные электроны разных молекул, которые по воздушную среду перешли. Мы ощущаем их просто рецепторами. Это меньше, меньше окисления, меньше разрушения продукта. Но это ладно. А вообще кокосовое масло содержит огромное количество жирных кислот, линолевые и прочие важнейшие для нас. И антисептик, антигрипповое средство к тому же. Ну, это просто, я говорю к тому, что вот про масло речь зашла. Так что, действительно, вот этот вопрос я тоже ответил. Так, вот. Значит, ну, что еще хочу сказать? Да, уж пользуясь случаем, скажу буквально, что в двух словах. Значит, итак, завтра у меня будет лекция, вебинар. Я напоминаю, у меня в блоге можно зайти по ссылочке, и завтра в 19.00 начнется вебинар, который будет, как всегда, часа три, наверное, не меньше, о кровеносной системе, а точнее, о сердечно-сосудистой системе. Теперь второе. 26-го числа будет у меня практически семинар. Ну, семинар в моем ближайшем хозяйстве Подмосковья по экологически чистому строительству. Значит, далее. Сейчас мы привезли очень много интересных продуктов, биопродуктов наших, произведенных нами, либо нашими коллегами, которые не содержат химических вредных компонентов, да, химической индустрии. К тому же они выращены, как правило, на почвах богатых, плодородных, с высоким содержанием минералов. Это тоже очень важно. Ну, и вот вы можете подойти многое попробовать. Особенно у нас сегодня акция такая по ягодам нашим уникальным. Вы знаете, как я особое отношение к ягодам, какое мы ввели новое слово в этой, ну, можно назвать, пищевой промышленности, когда мы не варим вот эти идиотские варенья, где ничего не остается, кроме некоего подобия вкуса. А какой человек вкус теряет, может попробовать, когда он ощущает настоящие ягоды, которые мы перетираем с сиропами, либо топинамбурой, либо виноградом, и моментально замораживаем в глубокой заморозке. После размораживания это продукт сегодняшнего дня сбора и переработки. Вот это живой продукт, но сохраняются и ферменты, и сохраняются, безусловно, все витамины и так далее. Ну, как просто можно сделать, да, сказалось бы, на самом деле, если чуть-чуть подумать головой. Также меня всегда, знаете, возмущает, ну, почему говорят вот эти настойки трав, кипятить, кипятить, какая-то мания кипятить. Ну, заварите вы не 15 минут, а 2 часа в термосе при 60 градусах. Но у вас будет не только идти воздействие, как идет гомеопатическим, то есть фактически не микродозы вещества, а идет воздействие информационное на самом деле, только остальное. Вещество-то уже не может воздействовать. А в данном случае у вас еще воздействие вещества будет, то есть в разы эффект сильнее будет. Если вы не будете варить траву, варить, понимаете, вот боярышник, барбарис, годжи, вот годжи, кстати, мы привезли годжи. Вот знаете, как оклеветали вот эту тему в питании? Это уникальный продукт, он фурор в свое время произвел, но если годжи тот, раньше который был, уникальными свойствами обладал, выращивался в нескольких районах Тибета, там исторически где, да, где более 300 дней в году свет интенсивный, ультрафиолет, а защитная реакция ультрафиолета, кстати, у растений, выработка витаминов определенных. То есть там иные свойства, ну плюс лесовые террасы, почвы очень богатые вот эти. И вот тогда он работает, но потом стали выращивать, зная о вот этом буме, так сказать, которое спровоцировало вот это вот, да, вот у всех на слуху годжи полезное. В Канаде выращивать стали, в Европе, в парниках, все, там нет этих свойств, нету. Так же, как у того масла из Индии привезенного, кокосового. И тогда что получается? Тогда получается так. Значит, продается все почти, которое вот не работает, и люди говорят, а это все уже ерунда. Но это не ерунда, это так же, как наш шиповник. А если он дикий, а дичал, еще полезнее, когда в симбиозе с сотнями видов растения растет. Не на грядке, где отдельно, так сказать, с лидой ничего больше нет. Так вот, у нас есть знакомый один, который возит его с Тибета, вот именно тут. То есть он просто фанат. Он даже черный годжи привозил, ну и там единичный. А вот эти годжи, пожалуйста, они сухие. Там не 25% влажности, а 13%. Они идет, значит, разрушение, практически окисление, но год-полтора нет в вакуумной упаковке к тому же. Так что это можете прийти, но мы вам расскажем на столе, я сейчас сам на стенде там буду. Так, и вот вопросы последние еще. Ух. Знаете, я быстро про аутизм не скажу, к сожалению, давайте так. Я понимаю, что некоторые считают это особо таким состоянием. Чуть ли не дети индига там и так далее, да? Но тут, чтобы рассказать подробно, долго надо. А так иначе можно либо неправильно поймут, либо обидеть кого не хочу. То есть это не значит, конечно, что это болезнь, вызванная как раз интоксикациями, еще внутриутробном периоде, хотя и это возможно. Но это и не говорит о том, что это люди не гениальные, не умные и так далее. Я не буду отвечать сейчас, потому что быстро не смогу. Как я отношусь к рекомендациям Шумшука? Ну, во-первых, Шумшука-то я лично знаю, конечно, и он у меня в гостях был, и уважаю его, но, так сказать, я не знаю, каким именно рекомендациям. Вероятно, он дает их разные. Что касается вообще сродни, да, но люди, так сказать, он же много книг написал, десятки, я не знаю, про что сейчас речь идет. Но вообще я уважаю, я не могу сказать, что я все. Вот если бы в контексте конкретном, я бы ответил, но так, так сказать, не могу. Вот. Ну что ж, уже время, да, у нас все. Дорогие друзья, я не буду злоупотреблять, тем более, следующие выступающие. Ну, я хочу вас поблагодарить, сказать, за присутствие. Я думаю, что мое выступление было вам, ну, в чем-то полезно. И, в общем, так что поблагодарим друг друга, я думаю, за наш сегодняшний встреч с вами. Благодарю вас, благодарю. Благодарю.